Физическая реальность Все, что вы сейчас увидите и услышите, основано на достоверных экспериментальных фактах. В школе нас учили, что движения тел относительны. Если тело А движется относительно тела Б, то и тело Б движется относительно тела А. Причем эти две точки зрения эквивалентны. Увы, эта чисто формальная логика мало годится для реального физического мира. Вот взлетает ракета. Найдутся ли умники, которые будут уверять нас в том, что на самом деле можно считать, что ракета покоится, а Земля уходит из-под нее. При том, что двигатели работают именно на ракете. А найдутся ли умники, которые будут утверждать, что Солнце обращается вокруг Земли, как полагал Толемей. В его системе мира вокруг Земли обращалась не только Луна, но и остальные планеты и Солнце. И это было согласовано с астрономическими наблюдениями. Но попробуйте на основе представлений Птолемея рассчитать и осуществить межпланетный полет. Не выйдет. Здесь не обойтись без системы Коперника, в которой планеты обращаются вокруг Солнца. Межпланетный перелет, который требует минимальных энергозатрат, осуществляется по полуэллипсу, который касается орбиты Земли и орбиты планеты цели. Причем, для полета к внутренней планете стартовая скорость по полуэллипсу должна быть несколько меньше орбитальной скорости Земли, а при полете к внешней планете, соответственно, несколько больше. Практика попирает формальную логику относительных движений. Прав Коперник, а Птолемей не прав. Почему так получается? Может быть, дело в том, что кинематику группы тел правильнее всего рассматривать в системе центромасс? Вот несколько тел. Чтобы узнать текущее положение их центромасс, нужно знать массы каждого из них. И текущее положение их самих. А тогда много ли проку в знании положения центромасс? Да и как практически проследить движение тела в системе центромасс? Разве можно практически измерять положение тела относительно теоретически рассчитываемой точки? Как говорил Эрнст Мах, проследить движение тела мы можем только относительно других тел. То есть практическая система отсчёта обязательно должна быть связана с телом, который называется телом отсчёта. С телом отсчёта может быть с большой точностью связана и система центромасс. Если тело отсчёта имеет массу, гораздо большую массу других тел. Релятивистов это не устраивает. Ведь в рамках концепции относительных скоростей в качестве тела отсчёта можно выбрать любое. Но практика опрокидывает эту логику. В реальном мире тела имеют ускорение. В системе отсчёта, связанной с малым телом, имеющим большое ускорение, другие тела имеют видимое ускорение, не обусловленное реальными силовыми воздействиями. Не будем же мы серьёзно говорить про фиктивные силы инерции, которые якобы действуют только в ускоренных системах отсчёта. Ускорение тел в реальном мире губит концепцию относительного движения. Поэтому Эйнштейн не говорил про инерциальную систему отсчёта. Он говорил, что специальная теория относительности справедлива для систем отсчёта, движущихся относительно друг друга, равномерно и прямолинейно. Но в реальном-то мире от ускорения не избавиться. Где же хоть одна практическая система отсчёта из этой замечательной совокупности? Больше сотни лет прошло, а ни одной такой системе релятивисты не указали. Из-за ускорения тел в реальном мире у специальной теории относительности отсутствует область применимости. И это неспроста, потому что на концепции относительных скоростей не построят адекватную теорию. Пусть при столкновении камешка с Землёй их относительная скорость на момент столкновения равна V. Хорошо известно, что энергия, которая может выделиться в результате такого столкновения, составляет 1,2 V квадрат умножить на массу камешка, но уж никак не на массу Земли. Значит, падал и ускорялся именно камешек, и смешно было бы связывать с ним систему отсчёта. Видите? Рассмотрение кинетических энергий сразу проясняет, кто двигался, а кто покоился. Формальная логика относительных движений рассыпается, и абсолютные движения тел приобретают физический смысл. Но эти абсолютные движения определяются отнут не в одной единственной, привилегированной системе отсчёта. Таких систем отсчёта целое семейство, с разграниченными в пространстве рабочими областями. Поэтому мы говорим не просто про абсолютные скорости, а про локально абсолютные скорости. В околоземном пространстве истинно однозначные скорости тел, то есть их локально абсолютные скорости, правильно отчитываются в геоцентрической, не вращающейся системе отсчёта. Это подтвердили первые же эксперименты с перевозимыми атомными часами на цезиевом пучке. В 1971 году четвёрку таких часов «Хафеля» и «Китинг» дважды провезли самолётами вокруг света в восточном и западном направлениях. В обработку бралось среднее из показаний этой четвёрки. Это среднее до и после каждой из поездок встречалось со шкалой времени военно-морской обсерватории США. Поскольку ход среднего до и после поездки сохранялся, то разность показаний между экстраполированным и реально измеренным значением интерпретировалась как искомый эффект. Релятивисты уверяют нас, что ход движущихся часов замедлен по сравнению с ходом покоящихся часов на величину, которая в относительном исчислении составляет порядка V2 делить на 20 квадрат, где V – их относительная скорость. Думаете, что расчёты климатических эффектов получились правильны при допущении того, что часы в наземной лаборатории покоились, а часы транспортированной самолётом двигались – ничего подобного. Расчёты на основе относительной скорости дали полную чушь. Ведь если была справедлива концепция относительных скоростей, поездка на запад и на восток были бы практически симметричны, и искомые эффекты были бы практически одинаковы. Но обратите внимание, для западно-восточных поездок они имеют не только разную величину, но и разный знак. Правильные расчёты получились на основе индивидуальных замедлений ходов лабораторных и транспортируемых часов в соответствии с квадратом их локально-абсолютных скоростей. Локально-абсолютная скорость лабораторных часов – это местная линейная скорость, обусловленная суточным вращением Земли вокруг своей оси. Локально-абсолютная скорость транспортируемых часов – это комбинация скорости из-за суточного вращения и путевой скорости самолета. По ходу каждой кругосветки двигались и лабораторные, и транспортируемые часы. Ход был замедлен и у тех, и у других. В итоге разностный эффект и обнаруживался. Результаты хафеля и китинга означают крах концепции относительных скоростей и торжество концепции локально абсолютных скоростей. Это подтверждает и навигационная система GPS. Она имеет 6 орбитальных плоскостей, равномерно распределенных по долготе. В центре этой розеточки вращается Земля. Период обращения спутника GPS 12 часов, и его скорость относительно стационарного наземного пользователя изменяется с периодичностью в сутки. Если верить специальной теории относительности, то для этого пользователя ход бортовых часов на конкретном спутнике имел бы соответствующие суточные вариации. Но ведь пользователь GPS миллионы. Неужели одни и те же бортовые часы для каждого из пользователей тикают по-своему? К счастью, такого абсурда нет. Кинематическое замедление хода атомных часов однозначно, и оно определяется квадратом одной единственной их скорости, локально абсолютной, которая на круговой орбите постоянно. Работа бортовых часов GPS не подтверждает специальную теорию относительности, а оставляет от нее мокрое место, потому что само формирование системной шкалы времени GPS основано на концепции локально абсолютных скоростей. Система GPS дает практическую реализацию геоцентрической невращающей системы отсчета, в которой правильно отчитываются именно локально абсолютные скорости в околоземном пространстве. Скорость самолета в системе GPS – это и есть локально абсолютная скорость самолета. Для нахождения его путевой скорости вносится поправка на движение земной поверхности из-за суточного вращения Земли. Однозначно схода атомных часов, диктуемая их локально абсолютной скоростью, прямо указывает на то, что парадокс близнецов, он же парадокс часов, есть лишь в гнилой теории относительности, а на практике его нет. Слечили ли вы пару часов в одной точке, затем повозили часы и снова слечили их в одной точке. Набежавшая разность будет однозначна, и она будет правильно рассчитываться только в терминах локально абсолютных скоростей. Тем и хороши локально абсолютные скорости, что, скажем, в околоземном пространстве на них совершенно не влияет то, что область околоземного инерциального фона движется по орбите вокруг Солнца со скоростью около 30 км в секунду, а Солнечная система, в свою очередь, участвует в галактическом вращении. Причем этот принцип локальной абсолютности работает не только для скоростей вещественных тел, но и для скорости света. Фазовая скорость света является фундаментальной константой относительно того участка инерциального фона, по которому свет распространяется. Поэтому, вопреки теории относительности, оптические приборы способны детектировать свою локально абсолютную скорость автономно, без оглядки на звезды и навигационные спутники. Один из таких приборов это интерферометр в знаменитом опыте Майкельсона Морли. Движение прибора в эфире, то есть в гипотетической среде, в которой якобы распространяются световые волны, дало бы сдвиг интерференционной картинки при изменении ориентации прибора. Опыт ставился в расчете на то, что в нем проявится эфирный ветер из-за орбитального движения Земли, но он не проявился. Сколько было крику про нулевой результат опыта Майкельсона Морли, а ведь результат был не нулевой, ибо эфирный ветерок с востока из-за суточного вращения Земли проявился в полном согласии с концепцией локально абсолютных скоростей. Свои движения вокруг Солнца и вокруг центра галактики прибор проигнорировал, а на свои движения в оклоземном инверсиальном фоне дал отклик. Позже, в различных, с позволением сказать, аналогах опыта Майкельсона Морли не проявлялось даже локально абсолютные движения установки, но это было обусловлено либо недостатком точности, либо самой методике постановки опыта. Когда точность и методика позволяли, локально абсолютное движение установки непременно проявлялось. Например, в эксперименте Бриллита и Хоула. Они исхитрились измерять разность частот двух лазеров, один из которых, вместе со своим опорным резонатором, находился на медленно вращавшейся платформе. Если по отношению к инерциальному фону фазовая скорость света одинакова во всех направлениях, то для прибора, движущегося в этом инерциальном фоне, имеет место анизотропия скорости света, что отражается на рабочей частоте медленно вращающегося резонатора. Результирующая болтанка разности частот сличаемых лазеров неплохо соответствовала линейной скорости лаборатории из-за суточного вращения Земли. В рамках традиционных воззрений авторы не объяснили этот эффект и говорили о нем как о паразитном. Не рушить же было теорию относительности. Есть еще один оптический феномен, обусловленный привязкой скорости света к тому участку инерциального фона, по которому свет распространяется. Область экологемного инерциального фона имеет конечный радиус около 900 тысяч километров. Из-за ее границы в области межпланетного пространства действует привязка к другому инерциальному фону – солнечному. Пока свет от звезды идет в межпланетном пространстве, он идет со скоростью света только в гелицентрически не вращающейся системе отсчета. Но при входе в область оклоземного инерциального фона для скорости света происходит переключение солнечной инерциальной привязки на планетарную. Свет и дальше продолжает лететь со скоростью света, только уже в геоцентрически не вращающейся системе отсчета. Направление живого движения определяется тем направлением, под которым он пересек границу. А это определяется комбинацией скоростей подлета и орбитального движения. В случае, когда эти два направления ортогональны, угол, на который смещается видимое положение звезды относительно истинного, составляет 20,5 угловых секунд. В течение года, когда вектор орбитальной скорости Земли описывает полный круг, видимое положение звезд на небесной сфере выписывают эллипсы с одинаковой для всех большой полуоси. Этот феномен, который в 18 веке открыл Брэдли, называется годичной аберрацией света от звезд. Эйнштейн, объясняя этот феномен, с треском прокололся, заявив, что угол аберрации зависит от относительной поперечной скорости звезды и наблюдателя. А ведь существует феномен двойных звезд. Такая вальсирующая парочка. У компаньонов такой парочки заведомо различны поперечные скорости относительно земного наблюдателя. Но оба эти компаньона демонстрируют одинаковые и синхронные аберрационные смещения, величина которых определяется только скоростью орбитального движения Земли. Неспроста эта величина является фундаментальной константой в астрономии. Совсем плохи дела о концепции относительных скоростей. Кстати, привязка скорости света к тому участку инверциального фона, по которому свет распространяется, тривиально объясняет линейный эффект Доплера для электромагнитных волн. А концепция относительных скоростей и здесь оказывается непригодна. Потому что линейный эффект Доплера зависит не от относительной скорости излучателя и приемника, а от их локально абсолютных скоростей. Если излучатель и приемник находятся в одной и той же инверциальной области, например, в околоземном пространстве, то в этом частном случае для расчета эффекта Доплера можно использовать их относительную скорость. Но в общем случае это не сработает. Планеты покоятся в своих планетарных областях инерциального фона, то есть локально абсолютные скорости планет равны нулю. Значит, при радиосвязи между планетами должны отсутствовать доплеровские сдвиги, соответствующие сближению или расхождению планет, да с космическими скоростями. Мало кто знает. Именно это и обнаружила в 1961 году группа Котельникова при радиолокации Венеры узкополосным сигналом. Сам прицеп детектирования отраженного сигнала был основан на выделении его из шумов в узкой полосе. А чтобы он в эту полосу попал, требовалось по теории компенсировать огромный доплеровский сдвиг. И вот, когда эта компенсация проводилась, сигнал не регистрировался, а когда компенсация не проводилась, сигнал уверенно регистрировался. Одного этого факта было достаточно, чтобы повернуть вправ теорию относительность. Позже специалисты обнаружили таки эффект доплера при отражении радиоволн от восточного и западного краев диска Венеры из-за ее вращения вокруг собственной оси. Разумеется, так и должно быть по концепции локально-абсолютных скоростей. А главного эффекта из-за сближения и расхождения планет так и не обнаружили. Потом перешли на импульсную радиолокацию, где эффект доплера не измеряется и постарались поскорее забыть про тот узкополосный кошмар. Почему же в реальном физическом мире работает концепция локально-абсолютных скоростей? Дело здесь не в математическом изяществе или в практическом удобстве. Локально-абсолютные скорости имеют большой физический смысл. Области инерциального фона планеты Солнца, которые разграничены, это и есть области действия тяготения планеты Солнца. Инерциальный фон и тяготение порождаются одной и той же сущностью, только эта сущность не является физической реальностью, она является программной реальностью. Программное управление веществом подразумевает у этого вещества однозначность превращения энергии из одних форм в другие. Кинетическая энергия является одной из них. Если кинетическая энергия была бы линейной функцией от скорости, то одинаковые превращения скорости давали бы одинаковые превращения энергии при любой величине скорости. Поэтому для однозначных превращений энергии однозначность скорости не требовалась бы. Но поскольку кинетическая энергия квадратична по скорости, то одинаковые превращения скорости дают разные превращения энергии. Поэтому для однозначных превращений энергии однозначность скорости непременно требуется. А откуда берется кинетическая энергия у частицы? Полагают, что для разгона объекта следует сообщить ему кинетическую энергию, совершить работу. Но экспериментальные реалии говорят о том, что эта логика ломовой лошади не работает. Мы не можем сообщить кинетическую энергию частицы. Мы можем лишь превратить в её кинетическую энергию часть её собственной энергии. Потому что других вариантов приобретения кинетической энергии не предусмотрено программами, которые частицы управляют. Собственная энергия частицы эквивалентна её массе. Кинетическая энергия частицы никакой массе не эквивалентна. И раз это получается за счёт уменьшения этой, их сумма остаётся постоянной. Из этого следует, что у свободного электрона, движущегося с локально-абсолютной скоростью v, масса уменьшена на величину примерно этого множителя. А у атома, движущегося с локально-абсолютной скоростью v, на этот множитель уменьшены не только массы субатомных частиц, но и энергии связи, то есть сдвинуты квантовые уровни и уменьшены интервалы между ними. Вот почему у движущихся атомных часов ход замедлен в соответствии с квадратом их локально-абсолютной скорости. Дело здесь не в выдуманном релятивистском замедлении времени, а в законе сохранения и превращения энергии. И если при разгоне частицы её кинетическая энергия растёт за счёт убыли её собственной энергии, соответствующей её массе, так что сумма их остаётся постоянной, релятивистского роста массы, или что то же самое, релятивистского роста энергии в природе нет. В предельном случае движение частицы с локально-абсолютной скоростью c Собственная энергия равна двум третям от собственной энергии покоя, а кинетическая энергия равна всего одной трети от собственной энергии покоя, локально-абсолютного покоя. Всё однозначно и честно. Откуда в физике пошли сказочки про релятивистский рост массы, без которого якобы не работал бы ни один ускоритель? Это началось с опытов по магнитному отклонению быстрых заряженных частиц. По мере приближения скорости частицы к скорости света требовалось более сильное поле для отклонения частицы, якобы из-за релятивистского увеличения её массы до самой бесконечности. Но ведь дело могло быть просто в уменьшении эффективности воздействия на быструю частицу. Вот ветер разгоняет парусник. По мере приближения скорости парусника к скорости ветра ветер действует всё слабее и слабее, но ведь не потому, что масса парусника растёт. Магнитная методика не измеряла энергию частицы, она её только рассчитывала, в предположении, что релятивистская формула верна. А чтобы доказать реальность релятивистского роста массы или энергии, нужно было выделить энергию быстрой частицы при взаимодействии с веществом. Первые же честные измерения от тормозных потерь электронов показали, их энергии отнюдь не лезут в релятивистскую дурную бесконечность. Пришлось спасать идею. Договорились. Все методы измерения энергии частиц калибровать по магнитной методике, чтобы обеспечить единство измерений иллюзорных релятивистских излишков. Но проблемы остались. Об отсутствии релятивистского роста энергии кричала аннигиляция паралетрон-позитрон. Даже когда они были релятивистские, энергия гамма-кванта аннигиляции оставалась всё той же, равной 511 кэф, что обеспечивало важнейшую калибровку гамма-спектрометров. Об отсутствии релятивистского роста кричал бета-распад ядер, в котором закон сохранения релятивистского импульса нарушался. Чтобы свести концы с концами, придумали невыловимые нейтрины. Придумка эта оказалась очень удачной. Без неё теория относительности рухнула бы ещё полвека назад. А пока она не рухнула, нам рассказывают сказочки про то, как из чудовищных релятивистских излишков энергии, частиц, лихо получаются новые частицы вещества. Например, нас уверяют, что в 1955 году на ускорителе Беватрон в Беркли протоны разогнали так, что кинетической энергии одного протона хватало на рождение новой пары протон-антипротон. Среди продуктов реакции регистрировали вылетавшие из медной мишени частицы с массы протона, но с отрицательным зарядом. Этот опыт, говорят нам, подтвердил не только реальность релятивистского роста энергии, но и возможность лепить из этой энергии новое вещество. А ведь обманывать нехорошо. Смотрите. Исходники реакции. Протон плюс ядро. Конечные продукты реакции. Тормознутый протон плюс пара антипротон-протон и плюс опять же ядро в той самой медной мишени. Без ядра тут дело не обходится. Тогда уместен вопрос. В конечном ядре протонов и нейтронов столько же, сколько в исходном, или нет? На этот вопрос нам не ответят. Тогда можно допустить, что антипротоны вылетали из ударно возбужденных ядер. Скажете, что антипротонов в ядрах не бывает? А электроны в ядрах бывают? Нет? Но они вылетают оттуда при бета-распаде. Аналогично и с антипротонами. Доказательств того, что антипротоны рождались чисто из кинетической энергии, не было и быть не могло. Зато сегодня, уверяют нас, доказательства есть, а обходятся без ядер. При столкновении ультрарелятивистских электронов и позитрона рождается, мол, множество более массивных частиц. Опять шутить изволит. Никто там на накопительных кольцах не сталкивал электроны и позитроны поодиночке. Схлёстывали их пучки, да с неслабой светимостью. А тогда нет гарантии, что куча частиц рождалась при столкновении одной единственной парой электрон-позитрон. Видите? Надо просто знать секрет фокуса. Кстати, имеются косвенные свидетельства о том, что релятивистского роста энергии нет. Известны реакции ядерных превращений с низким порогом всего в 2-3 мэла. Такие реакции удается инициировать гамма-квантом, протоном, нейтроном, а электронам категорически не удается. А почему? Если электроны на ускорителях накручивают энергии якобы на порядке больше этих двух-трех мэв, молчит наука. А мы это чудо легко объясняем. Максимальная кинетическая энергия электрона это треть от его энергии покоя. То есть всего-то около 170 кэв, что далеко не дотягивает до этих порогов. Да смешного просто. Можно возразить, что это косвенное свидетельство ничего не доказывает. Знаете, на фоне тотальной лжи про релятивистский рост это косвенное, но зато честное свидетельство выглядит очень даже неплохо. Но ведь имеются и прямые свидетельства. Так, честный китайский физик Фон Лянг Чжао сообщает о трех экспериментах, выполненных на линейном ускорителе Шанхайского института прикладной физики. Каждый из них вопиет о подсутствии релятивистского роста энергии у электронов. Особенно впечатляет эксперимент по измерению кривизны траектории электрона в магнитном поле. При увеличении ускоряющего вольтажа в разы и якобы такого же роста энергии релятивистского электрона радиус кривизны его траектории в магнитном поле вместо увеличения в те же разы остается постоянным. Это говорит о полной непригодности магнитной методики в релятивистской области измерения. А ведь по ней калибруются все остальные методики. Физик элементарных частиц ускорителей, физик высоких энергий все это оказывается профанацией. Благодаря лжи про релятивистский рост до сих пор продолжается мышиная возня на ускорителях и коллайдерах. А начинали мы с того, что относительность покоя и движения это концепция формально-логическая, имеющая малое отношение к физике. Для реального физического мира, где происходит превращение энергии и где есть энергетические пороги реакции, работает концепция локально-абсолютных скоростей, которые имеют четкий физический смысл. О том, как реализован инерциальный фон, по отношению к которому правильно отсчитываются локально-абсолютные скорости, речь в следующем фильме. Наша базовая концепция, которая невероятно упрощает понимание физических явлений, такова. Физический мир, в котором мы живем, не самодостаточен. Физическая реальность существует благодаря надфизической реальности, благодаря программному обеспечению физического мира. Программами формируются частицы вещества и программно заданы варианты взаимодействия в которых частицы могут участвовать. Тяготение порождается не массами, а электромагнитные явления не зарядами. Программы управляют веществом. Вот почему в мире действуют физические законы, а не царят хаос и произвол. Мы пытаемся понять хотя бы основные принципы логики этих программ. Все, что вы сейчас увидите и услышите, основано на достоверных экспериментальных фактах. обращение планет, движение комет, падение болванки на землю. Вот он, знаменитый ньютоновский закон всемирного тяготения. Любые две масочки М1 и М2, размерами которых можно пренебречь по сравнению с расстоянием между ними, якобы притягиваются друг к другу силы, прямо пропорционально произведению этих масс и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. По словам Ньютона, он не понимал природы этой притягивающей способности масочек. Сегодня можно уверенно сказать, что притягивающей способности масочек не понимал, не понимает и не поймет никто. По простой причине этой способности у масочек нет. Тяготение, как свидетельствуют многие экспериментальные факты, порождается не веществом, не массами, оно организовано независимо от масс. Массивные тела лишь подчиняются тяготению, то есть падают, если есть куда падать, или деформируются, если падать мешает опора или подвес. Фактически нам неизвестно ни одного доказательства того, что кусок вещества обладает гравитационным притягивающим действием. Считается, что Кавендиш первый продемонстрировал гравитационное притяжение у лабораторных болваночек. Он использовал крутильные весы, горизонтальное коромысло с маленькими грузиками на концах, подвешенное на тонкой струне. Коромысло могло поворачиваться в горизонтальной плоскости, закручивая подвес. Согласно официальной версии, Кавендиш приблизил к грузикам коромысла пару болванок по 158 килограмм с противоположных сторон, и коромысло повернулось на небольшой угол, при котором момент сил притяжения грузиков к болванкам уравновесился упругой реакцией подвеса на кручение. Это шутка, конечно. Сам Кавендиш говорил, что он делал все гораздо хитрее. Коромысло доворачивалось не из статического состояния, умело использовались его медленные колебания. При переходе через ноль на пике угловой скорости колебания Кавендиш перемещал болванки из дальней непритягивающей позиции в ближнюю притягивающую и обратно. Так что три четверти доворота в новое равновесное положение коромысло совершало при гарантированном отсутствии притягивающих действия болванок. Какая нечистая сила доворачивала коромысло, наука об этом молчит. А на наш взгляд причина была простая, чисто механическая. При перемещении тяжелых болванок возникали микровибрации, которые передавались на подвес коромысла, отчего жесткость подвеса уменьшалась и коромысло доворачивалось на дополнительный угол. Ловкость рук. Впрочем, не только ловкость рук. Известно, что Кавендиш долго переделывал и настраивал установку, чтобы результат оказался в согласии с представлениями Ньютона о средней плотности земли. То есть занимался Кавендиш подгонкой, обеспечивая правдоподобный результат. Его последователи получали разные результаты, но сообщали, конечно, только о правдоподобных. Вот почему Ньютона называют гениальным прозорливцем, назвавшим практически современное значение средней плотности земли. Можно допустить, что Кавендиш частисердечно заблуждался, но у его последователей мы находили проколы, кричащие о стопроцентной фальсификации. Нюанс еще и в том, что анализ движений тел в Солнечной системе на основе Ньютоновского подхода давал возможность определить лишь произведение гравитационной постоянной на массы Солнца и планет. Если, скажем, для гравитационной постоянной было бы принято в два раза большее значение, а для масс Солнца и планет в два раза меньшее значение, то математический формализм Ньютона работал бы с тем же успехом. Чему равны истинные массы Солнца и планет в соответствии с количеством содержащегося в них вещества, науке это до сих пор неизвестно. Казалось бы, уточнить значение гравитационной постоянной помогла бы гравиметрия. Смотрите, вещество на поверхности Земли распределено неоднородно. Есть горные массивы, где плотность пород составляет в среднем около 3 тонн на кубометр, а есть океаны, где плотность воды составляет тонну на кубометр на любой глубине. Согласно закону всемирного тяготения, эти неоднородности должны влиять на показания гравиметрических инструментов. Простейшим из них является отвес. Он должен уклоняться в ту сторону, с которой притяжение поверхностных масс сильнее. Такое уклонение можно обнаружить, измеряя географическую широту одного и того же пункта двумя методами. В астрономическом методе через угол полярной звезды над горизонтом задействована местная вертикаль, а в геодезическом методе через расстояние пункта от экватора местная вертикаль не задействована. Расхождение результатов этих двух методов говорило бы об уклонении местной вертикали. Так вот, такие уклонения ни вблизи горных массивов, ни вблизи океанов не обнаруживаются. Особенно не повезло англичанам, которые в середине 19 века проводили такие изыскания южнее Гималаев. Уклонения там ожидались рекордные, потому что с севера был крупнейший горный массив, а с юга Индийский океан. Но уклонения оказались практически нулевыми, как и в других регионах. Для объяснения подобных чудес британские ученые выдвинули гипотезу об эзостазии. Согласно этой остроумной гипотезе, под горными массивами находятся залежи рыхлых пород. Чем мощнее горный массив, тем рыхлее компенсирующие массы. Ну а под океанами, наоборот, находятся залежи плотных пород. И чем глубже океан, тем плотнее компенсирующие массы. Чтобы компенсация везде получалась тютелька в тютельку. Даже детям смешно. Но это не все. Углонения отвеса говорят о горизонтальных компонентах вектора силы тяжести. Вертикальные же его компоненты измеряются с помощью гравиметров. Здесь творятся такие же чудеса, как и с отвесами. Но измерений с гравиметрами очень много. Чтобы скрыть ужасную правду, специалисты нагромоздили терминологические и методологические дебри, чтобы непосвященные ничего не поняли. А посвященные хорошо знают, если не вводить поправки на поверхностные неоднородности, то сырые данные дают в чистом виде силу тяжести, зависящую только от квадрата расстояния до центра Земли, вещество которое со своими поверхностными неоднородностями оказывается ни при чем. Более того, гравиметры в глубоких шахтах показывают, что после перехода под уровень моря силы тяжести не начинают уменьшаться по мере заглубления, как того требует закон всемирного тяготения, а продолжают расти, будучи зависима опять же только от квадрата расстояния до центра Земли. Значит, не только поверхностные массы Земли, а и все ее вещество не имеет никакого отношения к производству земного тяготения. Нам только кажется, что нас притягивает вещество Земли. В действительности земное тяготение работает независимо от вещества планеты. Искусственность организации тяготения и независимость его от вещества подтверждается тем, что за редчайшим исключением у малых тел Солнечной системы гравитационная притягивающая способность отсутствует полностью. Вот, например, спутники планет. За исключением Луны и Титана у более чем шести десятков спутников планет признаков собственного тяготения не наблюдается. Ни атмосфер у них, ни собственных спутничков. Провальными оказались так называемые динамические определения масс спутников. Считая, что спутники одной планеты возмущают движения друг друга, на основе анализа их реального движения пытались определить их массы, например, для четверки больших спутников Юпитера. Но если спутники в действительности не притягивают друг друга, то задача была заведомо некорректной. И точно, при обработке одного интервала времени наиболее вероятные массы спутников получались одни, при обработке другого другие, третьего третьи и так далее. Можно возразить, что это все косвенные свидетельства, не доказывающие того, что тяготений у спутников нет. Тут, мол, требуются прямые измерения. Да, пожалуйста. Именно прямыми измерениями с 2004 года занимается зонд Кассини в окрестностях Сатурна, время от времени близко пролетая от того или иного массивного спутника. При этом используется стандартная методика пролетного определения массы. По ходу пролета зонд сначала сближается со спутником, а затем удаляется от него, соответственно при движении в изменяющемся гравитационном потенциале изменялась бы скорость зонда. Это отразилось бы на доплеровском сдвиге частоты при радиосвязи с Землей. Вот как это было, например, в случае с Меркурием. Там все получилось. А со спутниками Сатурна категорически не получается. Даже при пролетах в притирку всего на нескольких десятках километров от поверхности не обнаруживаются пролетные уходы частоты, как в случае с Меркурием. Эта ужасная правда не афишируется, а значение масс спутников специалисты НАСА уточняют в кавычках не на основе данных по индивидуальным пролетам, а через оптимизацию многих параметров. Предопущение, что полет Кассини возмущает все крупные спутники сразу. Оптимизация многих параметров это метод для высоконаучных доказательств того, чего нет в реальности. Когда не получается прямо и убедительно, используют этот метод. А прямо и убедительно доплеровские сдвиги кричат о том, что собственного тяготения у спутников Сатурна нет. Жаль, что об этом не знают ученые, которых привели в восторг так называемые гейзеры на Энцеладе, обнаруженные тем же Кассини. Ученые теряются в догадках, какие же там мощные энергетические процессы должны происходить внутри космической ледышки, чтобы струи пара и кристалликов льда взлетали на сотни километров и свободно уходили в космос. Если бы ученые знали, что у Энцелада нет собственного тяготения, а с помощью Кассини это доказано, то разгадка свободного ухода в космос пара и кристалликов льда была бы тривиальной. Да что там Энцелад? С помощью Кассини доказано, что собственного тяготения нет и у Титана. Он тоже не вызывает пролетных уходов чистоты. Нас спросят, а чем же тогда удерживается атмосфера Титана? Так она ничем и не удерживается. Благодаря анализаторам ультрафиолета у американских пионеров и вояджеров специалистам отлично известно протянущийся за Титаном газовый хвост. Из-за этого стока атмосферы существует огромное тероидальное облако частиц обращающихся вокруг Сатурна. Почему при таком стоке атмосфера Титана не иссякает? Потому что он неопрерывно пополняется. Газит Титан сильно. Само существование тероидального облака с ярко выраженным пиком плотности на орбите Титана говорит о свободном стоке атмосферы, когда убегают молекулы, имеющие минимальные превращения векторов своей скорости по сравнению с вектором орбитальной скорости Титана. А свободный сток атмосферы кричит об отсутствии собственного тяготения у Титана. Нас спросят, если у Титана нет тяготения, то как мог зонд Гюйгенс, сброшенный тем же Кассини, произвести парашютную посадку на Титан? Элементарно, Ватсон. При подлете нужно было отделить и направить Гюйгенса так, чтобы он вмазался после торможения в верхних слоях атмосферы парашюты следовало раскрывать в подходящие моменты времени, чтобы погасить почти весь остаток скорости. Эта задача не представляет особых сложностей. Правда, парашютные спуски в отсутствии силы тяжести или при ее наличии заметно различаются. Вот почему в сводном доступе нет оригинала фильма, который снимал Гюйгенс во время своего парашютного шоу. Похоже, в оригинале очевидно вранье про тяготение Титана. Но нам врут про наличие собственного тяготения не только у спутников планет, но и у более мелких космических тел, у астероидов. Если два астероида окажутся рядом, имея малоразличающиеся скорости своего орбитального движения вокруг Солнца, то, согласно закону всемирного тяготения, они продолжат свой орбитальный полет, но будут еще обращаться около своего центра масс. Вот и предъявляли все, что можно было притянуть за уши, как свидетельство о таком обращении. Например, периодичность блеска астероида, якобы из-за затмения его спутничком. Хотя такие изменения блеска может дать один вращающийся астероид, разные стороны которого рассеют свет по-разному. Как ни крути, отребовались визуальные подтверждения. В 1993 году зонд Галилео, пролетая рядом с астероидом Ида, сделал несколько его фотографий. На них оказался запечатлен малый объект рядом с Идой. Его назвали дактилем. За время короткой фотосессии положение дактиля относительно Иды практически не изменилось, поэтому обращение дактиля вокруг Иды додумали, как красивую сказку. И сделали на этой сказке сенсацию открытие первого двойного астероида. Эту сказку подхватили астрономы, которые с помощью новейших телескопов с адаптивной оптикой обнаружили не один десяток парных астероидов. Свидетельств об обращении вокруг центра масс в этих парах не было, компаньоны случайно оказывались рядом, двигаясь по квазисинхронным орбитам вокруг Солнца. Этих не притягивавшихся друг к другу компаньонов нам и выдавали за двойные астероиды. Была еще затея подвести зонд к астероиду так, чтобы зонд захватился его тяготением и стал его искусственным спутником. Первыми были американцы. Они пытались вывести зонд НИАР на орбиту вокруг астероида Эрос. Но удерживать зонд рядом с астероидом удавалось только с помощью множественных включений двигателя, которые, как объясняли публики, требовались для коррекции орбиты. Слишком много было этих незапланированных коррекций, как будто проект разрабатывали идиоты. А когда запасы рабочего вещества для двигателя подошли к концу и возможности маневрирования иссякли, устроили напоследок еще одну незапланированную акцию, так называемую посадку на астероид, при которой намеренно грохнули зонд о поверхности. Иначе зонд ушел бы от астероида, и публика догадалась бы, что ее дурачили. Да ее дурачили и без этого, тыкая в фотографии поверхности Эроса. Видите, говорили, но его поверхности лежат в луны, значит тяготение у него есть. Но присмотритесь, разве эти в луны лежат на поверхности? Они вплавлены в нее. А вот чего начудили японцы с зондом Хаябуса, который, подрабатывая двигателями, в автоматическом режиме порхал рядом с астероидом и такова. Зависнув в нескольких десятках метров от поверхности, зонд аккуратно сбросил микроробота, которому оставалось медленно и плавно упасть на астероид. На картинке это хорошо получается. А на самом деле микроробот не упал. Медленно и плавно он поплыл куда-то вбок и видеокамера на зонде засняла этот улет. Следующим номером в программе было касание зондом поверхности астероида и взятие пробы грунта. Предварительно зонд сбросил на поверхность зеркальный шарик для лучшей работы лазерных высотомеров. На шарике тоже двигателя не было и в нужный момент его на поверхности не оказалось. Так что снижение за грунтом пришлось прервать. Когда страсти улеглись, японцы подарили миру гравитационную карту астероида, рядом с которым болванки без движков не удерживались. А вот что вышло с американским зондом ДОН, который отправили для изучения крупных астероидов. Для начала его вывели к астероиду Веста и с помощью импульсных маневров стали подгонять к астероиду по скручивающейся траектории и наконец сообщили о захвате зонда тяготением Весты. Но из публикуемых данных специалистам было ясно, что и после захвата в кавычках движение зонда около Весты было бы условлено двумя факторами, совместным полетом вокруг Солнца и подработкой двигателем. Поэтому фанаты закона всемирного тяготения надеялись на то, что зонд обнаружит у Весты собственные спутнички. А когда эти надежды рухнули, фанаты кинулись выискивать на фотографиях поверхности Весты хотя бы следы сползания волнов к центрам кратеров. Надо же было хоть что-то делать. Не сходить же было с ума совсем. Вот сколько имеется указаний на то, что тяготение порождается не веществом. Но тогда чем же? По нашей концепции программного управления веществом тяготение порождается чисто программными средствами. Есть два основных способа силового воздействия на свободное тело. Оба они порождают в объеме тела градиент собственных энергий частиц составляющих тела. А градиент энергии это по определению силовое воздействие. F равняется минус DE PDR. Механическое воздействие тянущее или толкающее порождает градиент энергии деформируя тело и создавая перепад расстояний между частицами тела. Тяготение же действует без механических деформаций. Оно порождает градиент энергии через прямое формирование перепада энергии у частиц тела. Здесь требуется небольшое пояснение. По нашей концепции элементарная частица, например электрон, является квантовым пульсатором с циклической сменой всего двух состояний. Частота смены этих состояний умножена на постоянную планку это и есть собственная энергия электрона. Эта же энергия выражается через произведение массы электрона на квадрат скорости света. У электрона частота квантовых пульсаций, масса и собственная энергия это в сущности одно и то же физическое свойство. Так вот, в некоторой области пространства можно задать чисто программными средствами зависимость частоты квантовых пульсаций от местоположения квантового пульсатора, то есть сформировать частотный склон. В этих условиях тело, состоящее из квантовых пульсаторов, будет испытывать безопорное силовое воздействие. Ускорение, которое будет при этом приобретать свободное тело, есть g равняется минус единицы на f df по dr на c квадрат, где f это частота квантовых пульсаций, df по dr градиент и квадрат скорости света. Направление градиента частот и задает местную вертикаль. И чем круче градиент частот, тем больше локальное ускорение свободного падения. Заметим, что в это выражение не входит масса притягивающего тела, все определяется только геометрией частотного склона, который является программной реальностью, формируемой независимо от каких-либо масс. Именно околоземный частотный склон проявился в 1959 году у Паунда и Репки. На перепаде высот в 22,5 метра относительно расхождения спектральных линий у месбавровских излучателей поглотителя составило около 2,5 от 10 минус 15. Отношение второй из этих величин к первой умноженной на квадрат скорости света дает как раз значение ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли. Результат Паунда и Репки, как и последующие результаты подъема атомных часов на высоту, подтверждают нашу модель организации тяготения через программно заданное увеличение собственность энергии покоящихся частиц при подъеме по местной вертикали. При этом соответственно увеличиваются и энергии связи и интервалы между квантовыми уровнями в структурах вещества. Вот почему атомные часы наверху идут несколько быстрее, чем внизу. Дело здесь в прямом программном воздействии на собственные энергии частиц, а вовсе не в гравитационном замедлении времени, которого в природе не существует. Действительно, такой фундаментальный фактор, как замедление времени, влиял бы на все без исключения процессы. Но вот, в 1967-69 годах США запустили пару спутников Тимэйшн с великолепными кварцевыми генераторами, которые позволяли уверенно выявить ожидавшуюся сумму кинематического и гравитационного сдвигов частоты. Но ничего похожего не обнаружилось. Что же за замедление времени, которое на квантовые генераторы действует, а на кварцевые нет? Мы легко разрешаем эту загадку. Частота квантового генератора напрямую диктуется программными предписаниями, а частота кварцевого генератора диктуется электромеханическими свойствами кварцевой пластинки. Итак, в области действия планетарного тяготения частотные склоны имеют сферическую симметрию, образуя планетарную частотную воронку. Она сообщает безопорную тягу к своему центру малым телам, находящимся на ее склонах. Планетарно-частотная воронка порождается не веществом планеты. Вещество не обладает притягивающим действием. Можно возразить, что взаимное притяжение планет имеет место, что и помогло открыть планету Нептун. Отвечаем, притягиваются друг к другу не планеты, а планетарные частотные воронки. Более того, и орбитальное движение вокруг Солнца по солнечным частотным склонам совершают планетарные частотные воронки, а планеты просто в их центрах удерживаются. И еще в объеме планетарной частотной воронки действует только планетарное тяготение. Солнечное тяготение там отключено. За границей межпланетарных воронок в межпланетном пространстве действует только солнечное тяготение. Эта разграниченность областей действия солнечного и планетарного тяготения не только имеет большой физический смысл, но и подтверждается множеством фактов. Смысл вот в чем. Частотные склоны, которым хорошо подходит библейский термин «небесная твердь», задают тот самый инерциальный фон, по отношению к которому правильно отсчитываются истинные однозначные скорости, которые мы называем локально-абсолютными. Частотные склоны задают эффективность превращения собственной энергии частиц тела в их кинетическую энергию при свободном падении, а это превращение по логике программного управления должно происходить однозначным образом. Вот эту однозначность и обеспечивает разграниченность частотных склонов. Область отключенности солнечного тяготения совпадает с областью планетарного тяготения, двигаясь вместе с ней по орбите. Кстати, радиусы орбит планет заданы так, чтобы частотные воронки соседних планет тоже не могли перекрываться. Что касается подтверждений такого унитарного действия тяготения, тяготения, то сошлемся на богатый опыт космонавтики. При управлении космическим аппаратом именно его локально абсолютную скорость требуется знать для правильных расчетов тяги и расхода топлива при маневрах. Пока аппараты летали в околоземном пространстве, для правильных расчетов использовалась одна система отсчета, геоцентрическая, не вращающаяся. Но при межпланетном полете аппарат движется сначала в области земного тяготения, затем в межпланетном пространстве в области солнечного тяготения и, наконец, в области тяготения планеты цели. Для правильных расчетов приходится использовать соответственно три системы отсчета. Раз, два, три. По-другому не получается. Проблема в том, что при пересечении аппаратом границы области планетарного тяготения происходит переход из одной области инерциального фона в другую. А поскольку область планетарного тяготения движется сквозь область солнечного тяготения с космической скоростью, то пересечение аппаратом границы этой области вызывает скачок его локально абсолютной скорости и переход на другую кеплеровую траекторию. Например, при полете к Марсу по полуэллипсу вход в область его тяготения возможен только через ее переднюю полусферу. Потому что в данном случае скорость аппарата меньше, чем орбитальная скорость Марса. Если марсианская частотная воронка, движущаяся с орбитальной скоростью 24 км в секунду, догоняет аппарат, который убегает со скоростью 20 км в секунду, то сразу после взлета в воронку исходная скорость аппарата, рассчитываем по закону векторного сложения, составит 4 км в секунду, которая в данном случае является гиперболической. То есть будет скачок локальной абсолютной скорости аппарата на 16 км в секунду и переход с эллиптической околосолнечной траектории на гиперболическую околомарсианскую. Дальнейшее торможение и посадка правильно рассчитываются только в марсианской системе отсчета, несмотря на то, что она движется вокруг Солнца со скоростью 24 км в секунду. Теоретики заявляют, да, для расчетов межпланетного полета используется три системы отсчета, но это делается из соображений удобства. Якобы солнечное и планетарное тяготение действует и в межпланетном и в припланетном пространстве. Просто в межпланетном пространстве якобы доминирует солнечное тяготение, а планетарное там можно не учитывать. А в припланетном пространстве все наоборот. Но, дескать, никаких границ нет и никаких пограничных скачков нет. Так вот, это неправда. Границы есть, и пограничные скачки это реальный физический эффект, который попортил много крови руководителям первых полетов к Венере и Марсу. В предыдущем фильме мы говорили о том, что эффект Доплера зависит не от относительной скорости излучателей приемника, а от локально-абсолютных скоростей того и другого. Так вот, при влете в область планетарного тяготения происходил чудовищный скачок локально-абсолютной скорости аппарата, что вызывало чудовищный скачок доплеровского сдвига при радиосвязи с ним. Специалисты, вооруженные официальной теорией, не могли предвидеть этот скачок, и связь с аппаратом пропадала. По этому сценарию было потеряно более десятка аппаратов, и советских, и американских, разных конструкций, на всех первых подлетах к Венере и Марсу, причем на одном и том же подлетном расстоянии от планеты. Доходило до того, что в очередное благоприятное окно аппараты запускали к планете один за другим, одинаковые, с одинаковой программой полета, в надежде на то, что хотя бы одному из них улыбнется удача. С тем же успехом можно прыгать с самолета без парашюта. Вдруг улыбнется удача, и земное тяготение не сработает. Совершенно случайно обнаружили этот чудовищный подлетный скачок радиочастот, и научились восстанавливать пропадающую радиосвязь. И сразу же пошла череда успехов в межпланетной космонавтике. Тогда-то и начали рассказывать сказки о том, что межпланетные полеты происходят в полном была компания по дезинформации прикрыть свой жуткий прокол. Но теоретики любят ссылаться на еще одно подтверждение закона всемирного тяготения, якобы исключающая возможность унитарного действия тяготения. В свое время Лагранж, пытаясь решить задачу трех тел, то есть задачу о том, как будут двигаться три тела, если каждая притягивает двух остальных, получил интересное устойчивое решение для частного случая, когда масса первого тела много больше массы второго, которая в свою очередь много больше массы третьего. Тогда второе и третье тела могут синхронно обращаться вокруг первого, но третье тело должно двигаться по орбите либо на 60 градусах впереди второго, либо на 60 градусах позади него. Сколько было радости, когда обнаружили две кучки астероидов, одна из которых на 60 градусов опережала движение Юпитера, а вторая на 60 градусов отставала от него. Эти астероиды назвали троянцами. Вот оно, триумфальное подтверждение того, что каждый троянец притягивается и к Солнцу, и к Юпитеру. Как Лагранж предсказал, так оно и есть. Ну, радоваться было можно, пока троянцам было открыто мало, по десятку в передней и задних кучках, и пока они умещались в малых областях устойчивости около этих двух точек Лагранжа. По всем теоретическим раскладам, размер такой области устойчивости гораздо меньше радиуса орбиты Юпитера, как минимум раз в сто. Но троянцев открывалось все больше, и размеры их скоплений разрослись до безобразия, став сравнимыми с радиусом орбиты Юпитера. Это с очевидностью показывает, что для феномена астероидов троянцев теория Лагранжа совершенно непригодна. Триумфальное подтверждение закона всемирного тяготения обернулось его грандиозным проколом. Между тем, загадка движения троянцев и загадка их происхождения изящно объясняются на основе подхода, в котором троянцы притягиваются только к Солнцу, находясь за пределами частотной воронки Юпитера. Феномен троянцев как раз подтверждает то, что области Солнечного и планетарного тяготения разграничены. Кстати, бесспорное свидетельство о том, что в околоземном пространстве Солнечное тяготение отключено, появилось с началом RGPS. Если Солнечный гравитационный склон суммировался бы с земной воронкой, то результирующая воронка была бы перекошена. И спутники GPS с дневной и ночной сторон находились бы в разных гравитационных потенциалах. Результирующая относительная разность ходов их бортовых часов достигала бы примерно 3,5 на 10 в минус 12. Этот эффект был бы быстро выявлен и его объяснение не заставило бы себя ждать. Но нет такого эффекта. Поведение бортовых часов GPS говорит о том, что они летают в центрально-симметричной воронке. Наконец, скажем еще об одном интересном свойстве солнечного и планетарного тяготения. Будучи обусловлено недалеким притягивающим телом, а местным участком частотного склона, тяготение должно действовать без задержки во времени. В уравнениях небесной механики скорость действия тяготения неявно принята бесконечной. И именно эти уравнения описывают движение планет с сумасшедшей точностью до десятков угловых секунд за столетие. А ведь еще Лаплас показал, а мы проверили, что если тяготение действовало бы с задержкой во времени, то орбиты планет эволюционировали бы. По факту отсутствия этих эволюций Лаплас получил, что скорость действия тяготения больше скорости света как минимум на 7 порядков. А уже в наше время Ван Фландерн сообщил об эксперименте по приему импульсов пульсаров, находящихся в различных областях небесной сферы. Обработка давала зависимости от времени векторов скорости и ускорения Земли. Оказалось, что центростремительное ускорение Земли, обеспечивающее ее движение по орбите, направлено не к видимому положению Солнца, а к его истинному положению. Свет испытывает аберрацию до ворот по Брегли, а тяготения нет. По результатам этого эксперимента с пульсарами нижнее ограничение на скорость действия тяготения превышает скорость света уже на 10 порядков. Эти результаты очень не нравятся ловцам так называемых гравитационных волн, ведь все их детекторы делаются в расчете на движение гравитационных волн со скоростью света. А почему? Потому что скорость гравитационных волн большая при большая, но по теории относительности больше скорости света она быть не может. И вот недавно Копейкин и Фомолонд сообщили о хитроумном эксперименте с использованием радиоинтерферометров со сверхдлинной базой и уверяли, что они впервые измерили скорость гравитации, как будто не было результатов ни Лапласа, ни Ван Фландерна. Дело в том, что впервые измерили эту скорость так, что она почти совпала со скоростью света. Кому же верить? А мы проверили. Наш анализ данных и методики Копейкина и Фомолонта показал, что они сознательно проимитировали желаемый результат. Честные же данные указывают на то, что тяготение действует без задержки во времени, как и следует из концепции частотных склонов. Частотные склоны это и есть тот самый эфир, из-за которого сломано столько копий. Только этот эфир является не физической реальностью, а программной, но порождающей реальные физические эффекты, в частности тяготение. Впрочем, тяготение можно организовать и другими способами. Про аномально устроенное тяготение Луны следующий фильм. Наша базовая концепция, которая невероятно упрощает понимание физических явлений, такова. Физический мир, в котором мы живем, не самодостаточен. Физическая реальность существует благодаря надфизической реальности, благодаря программному обеспечению физического мира. Программами формируются частицы вещества, и программно заданные варианты взаимодействий, в которых частицы могут участвовать. Тяготение порождается не массами, а электромагнитные явления не зарядами. Программы управляют веществом. Вот почему в мире действуют физические законы, а не царят хаос и произвол. Мы пытаемся понять хотя бы основные принципы логики этих программ. Все, что вы сейчас увидите и услышите, основано на достоверных экспериментальных фактах. Все физические свойства Луны аномальны. Это справедливо и для лунного тяготения, которое организовано совершенно иначе, чем солнечное и планетарное тяготение. У Луны нет частотной воронки, в объеме которой было бы отключено земное тяготение. Из-за того, что в области лунного тяготения действует также земное тяготение, результирующее тяготение в окололунном пространстве не является сферически симметричным, как у планет. Об отсутствии частотной воронки у Луны говорит и отсутствие пограничных эффектов на подлете аппаратов к Луне. А ведь размеры области лунного тяготения весьма невелики. Здесь в очередной раз не работает закон всемирного тяготения, согласно которому при принятых массах Земли и Луны радиус сферы действия Луны, в которой лунное тяготение доминирует над земным, должен составлять 66 тысяч километров. Однако первые же пролеты рядом с Луной советских американских аппаратов показали, что лунное тяготение действует в гораздо меньшей области, границы которой отстоят от поверхности Луны примерно на 10 тысяч километров. Позже выяснилось, что только в этой области возможно свободное движение аппарата, которое можно условно называть движением искусственного спутника Луны. Факт короткодействия лунного тяготения это важная научная тайна, о которой помалкивали советские и американские специалисты. Поэтому японские, китайские и европейские аппараты, отправляемые к Луне, неизменно нарывались на гравитационные сюрпризы. Особенно показательна с треском провалившаяся миссия зонда СМАРТ-1 Европейского космического агентства. В 2003 году зонд был выведен на околоземную эллиптическую орбиту. Далее с помощью ионного двигателя малой тяги апогеи орбиты в течение года с небольшим подтягивали к орбите Луны. Планировалось дотянуться до сферы действия Луны и ввести в нее зонд со скоростью меньше, чем первая космическая по отношению к Луне. Тогда, как ожидалось, зонд захватился по тяготениям Луны и перешел бы на кололунную эллиптическую орбиту. Но когда было лживым, спустя полгода после этого захвата в кавычках выдали снимок участка лунной поверхности вместо обещанного потока этих снимков. И разоблачение на форуме новости космонавтики не заставило себя ждать. Лунар орбит почти полвека назад снимал не хуже. Положите рядом два снимка. Попробовал наложить в фотошопе на старую фотку снимок смарт-1. Чтобы максимально совпали все точки пришлось повернуть на один градус. Причем не вокруг центра, а вокруг правого нижнего угла. Это когда сканировали американские снимки криво в сканер его положили. Зачем ретужировать чужой снимок и выдавать его за свой, если проще сделать свой? Зачем надо было выкладывать халтурно и бездарно отретушированный снимок? Зачем? Зачем? Затем, что возможности делать свои снимки у них не было. Смарт-1 не долетел до области лунного тяготения и захватиться им, конечно, не мог. Как ни в чем не бывало, он продолжил свой полет по вытянутой эллиптической орбите. Когда хозяева убедились в том, что чудо не происходит и зон не захватывается ни со второй, ни с четвертой попытки, они объявили нет, не о приговоре закона всемирного тяготения, а о завершении миссии. А зонд, наверное, до сих пор летает на правах космического мусора. Напомним, что радиус области земного тяготения составляет около 900 тысяч километров, а средний радиус орбиты Луны около 384 тысячи 400 километров. При радиусе области лунного тяготения чуть больше 10 тысяч километров, лунное тяготение далеко не достает до Земли. Пара Земля-Луна движется своеобразно. Земное тяготение на Луну действует, а Луны на Землю нет. Поэтому движение Луны вокруг Земли не укладывается в рамки закона всемирного тяготения, и теории движения Луны не существует. Предвычислять то положение Луны на небосводе умеют с большой точностью, но не благодаря теории, а благодаря учету тысяч поправок, найденных чисто эмпирически. Причем нас ведь как учили. Пара Земля-Луна обращается вокруг общего центра масс, которые движутся по эллиптической орбите вокруг Солнца. И радиус обращения Земли около этого центра масс составляет около 4670 километров. Но поскольку лунное тяготение не достает до Земли, никакого ее обращения около центра масс нет. Земля испытывает лишь одномерные колебания назад-вперед вдоль местного участка своей орбиты с амплитудой 4670 километров и периодом в синодический месяц. Если бы Земля обращалась на радиусе 4670 километров около центра масс пары Земля-Луна, то имели бы место колебаний Земли еще и поперек орбиты, вправо-влево, с той же амплитудой и с тем же периодом. Эти поперечные колебания Земли уверенно обнаруживались бы разными методами. При приеме импульсов пульсаров, при импульсной радиолокации планет, при радиоконтроле за движением автоматических межпланетных станций везде здесь прямо проявлялись бы синодические волны, соответствующие поперечным колебаниям Земли, да с огромным запасом по точности. Покажите же нам эти волны, просим мы. Нет, не показывают. Как показывать то, чего нет? Это ничего не значит, получают нас. А вот если пара Земля-Луна двигалась бы таким диким образом, то есть Луна выписывала бы около условного центра двумерную траекторию, а Земля совершала бы около него одномерные колебания, то это с очевидностью проявилось бы в видимом движении Луны. Так ведь это именно с очевидностью и проявляется. Отклонения от равномерного движения Луны по небесной сфере называются неравенствами в движении Луны. Первое по величине периодическое неравенство обусловлено эллиптичностью орбиты Луны, зато второе, называемая вариация, описывает как раз такие ускорения замедления видимого ходу Луны, которые обусловлены двумерным обращением Луны и одномерными колебаниями Земли. Надо всего лишь разуть глаза. Но это не все. Истинно, масса Луны остается неизвестной. Отношение радиуса двумерной траектории Луны к комплитуде одномерных колебаний Земли не дает отношения масс Земли и Луны, поскольку эти одномерные колебания Земли порождаются вовсе не действием Луны. Мы полагаем, что дело здесь в модуляции орбитальной скорости земной частотной воронки с периодом синергический месяц, который специально организован для того, чтобы быть синхронизатором обращения Луны вокруг Земли. Колебания инерциального фона, по которому движется Луна, работает как параметрический задатчик ее периода обращения. А почему так? Потому что если ускоряется инерциальный фон, по которому свободно движется тело, то это тело испытывает противоположное ускорение инерциального сноса. Колебания земной частотной воронки вперед-назад, наложены на ее ровное орбитальное движение, возмущает свободный полет Луны вокруг Земли. Результирующее переменное ускорение инерциального сноса у Луны дает еще одно из главных неравенств в ее движении, так называемую эвекцию. По Ньютону оба главных неравенства вариация и эвекция являются результатами гравитационного действия Солнца, возмущающего движение Луны. Ньютону это было простительно. Тогда не было еще спутников GPS и не было свидетельств о том, что солнечное тяготение отключено в области земного тяготения. Солнце не оказывает гравитационного действия на Луну и не может возмущать ее полет. К тому же полная независимость вариаций и эвекции друг от друга говорит о том, что они не могут иметь один и тот же источник. И мы о том же. Вариация является эффектом чисто геометрическим из-за одномерно-двумерной кинематики пары Земля-Луна, а эвекция является результатом инерциального сноса, возмущающего свободный полет Луны. Все сходится. Кстати, этот инерциальный снос из-за модуляции орбитальной скорости земночастотной воронки испытывает не только Луна, его испытывают также искусственные спутники Земли. Мы предсказали результирующие вариации больших полуосей орбит GPS с амплитудой до пары десятков метров и периодом в месяц, только не синодические, а сидерические, то есть по отношению к звездам, поскольку розетка орбит GPS сохраняет ориентацию относительно звезд. Для проверки этого предсказания мы использовали официальные данные по слежению за спутниками системы NORAD. Вот, например, значение большой полуосей орбиты одного из спутников GPS на годичном интервале. Сделать бы спектральный анализ этого ряда и найти спектральный пик с сидерическим периодом. Но классический метод через интеграл от произведения ряда данных на синусоиду здесь по-простому не работает. Во-первых, ряд имеет низкочастотный тренд, который дает отсебятину. Во-вторых, в рядах бывают скачки, искусственные устранения которых вносят долю произвола. Пришлось изобрести метод спектрального анализа стахастических рядов через взятие производной. Гармонические компоненты при взятии производной сохраняются, скачки превращаются в отдельные выбросы, которые можно устранить, а тренд превращается в постоянную составляющую, которую легко убрать. Смотрите, берем производную, устраняем аномальные выбросы, еще, еще, еще. Это уже можно анализировать. Убираем постоянную составляющую. Готово для классического анализа. Находим спектр. Пожалуйста, максимум на периоде в сидерический месяц. Все честно. Про эти сидерические колыхания орбит GPS мало кто знает, потому что в рамках закона всемирного тяготения они не находят объяснения. Даже если движение спутника GPS возмущалось бы действием Луны, то мизер, приобретаемый большой полуосью на одном половитке, терялся бы на другом половитке. Наше объяснение этих колыханий орбит единственное. И наконец, про так называемые лунные приливы в океанах. Если лунное тяготение далеко не достает до Земли, то, конечно, не оно является причиной лунных приливов. Нас ведь как учили? Тяготение Луны формирует приливный эллипсоид в мировом океане. Так что один приливный горб находится с той стороны Земли, которая смотрит на Луну, а другой с противоположной стороны. Из-за суточного вращения Земли приливные горбы перемещаются по ее поверхности, отчего в каждом пункте должно быть по два прилива и два отлива в сутки. Практика же показывает абсурдность этих представлений. Действительно, пусть сейчас приливный горб находится в Атлантическом океане. За шесть часов этот горб должен переместиться в Тихий океан. Поскольку вода не сжимаема, через пролив Дрейка должны перетечь колоссальные массы воды. Если при подъем приливного горба в океане взять всего в один метр, то можно оценить пиковую высоту подъема уровня в проливе Дрейка при перетоке приливного горба. Результаты получаются не для слабонервных. Дважды в сутки в проливе Дрейка было бы сумасшедшее течение с подъемом уровня как минимум метров на десять. Ничего подобного не происходит, потому что никакого приливного эллипсоида не существует, а действительная картина приливов не имеет ничего общего с той, которая описана в учебниках по физике. Действительная картина такова. Каждый океан оказывается разделен на смежные области с характерными размерами в полторы две тысячи километров, в которых приливные явления происходят автономно. В каждой такой области происходит вращение уровневой поверхности, как в тазике с водой, которые двигают по полу круговыми движениями. При этом максимальные и минимальные уровни последовательно проходят по всему периметру. еще Лапласа изумлял этот парадокс. Почему в морских портах Франции полная вода наступает последовательно, хотя по концепции приливного липсоида она должна наступать там одновременно? Каково же происхождение этих вращающихся приливных волн? Смотрите, поверхность воды стремится быть ортогональной к местной вертикали. При наличии вращательных уклонений вертикалей будут генерироваться вращающиеся приливные волны. А источник вращательных уклонений вертикалей все тот же. Разгон и торможение земночастотной воронки наложено на ее ровное орбитальное движение. Смотрите, пусть сейчас ускорение земной частотной воронки, изменяющее величину вектора ее орбитальной скорости, направлено вперед. Результирующее ускорение инерциального сноса входит как малая поправка вектора силы тяжести на всей земле. В каждом пункте эта малая векторная поправка в местной системе отсчета вращается из-за суточного вращения земли. Результирующий суммарный вектор силы тяжести в каждом пункте испытывает вращательные суточные уклонения. Вот и все. Нет, не все, скажут нам. По этой модели уклонения местных вертикалей должны иметь суточный период. А откуда же берутся полусуточные приливы? Отвечаем. В открытых океанах, то есть на 70% площади мирового океана безраздельно властвуют суточные приливы. Полусуточные же наблюдаются в морях, прилегающих к материкам. И обусловлено это возбуждением второй гармоники. Глубина и размеры моря таковы, что собственный период вращающейся волны в нем близок к половине суток. И суточное воздействие эффективно генерирует полусуточную волну. То, что в насмешку над законом всемирного тяготения приливы образующие воздействия имеют не полусуточный, а суточный период, известно еще с начала 20 века из экспериментов с чувствительными механическими системами. В дальнейшем суточные эффекты уверенно проявлялись в геодезии, гравиметрии, сейсмических наблюдениях и даже при отслеживании так называемого периодического движения полюсов Земли. Но про эти суточные эффекты помалкивают, потому что в рамках закона всемирного тяготения им не откуда браться. Полтора года назад мы сами провели эксперимент с прецизионными инклинометрами, специально предназначенными для отслеживания того, как гуляет местная вертикаль. И убедились в том, что суточные вращательные уклонения местной вертикали это факт. Как же все-таки организовано лунное тяготение в небольшой окололунной области, не по принципу частотной воронки и действующей совместно с локальным участком земного частотного склона? В предыдущем фильме мы говорили, что для создания безопорной тяги, действующей на тело, требуется создать градиент собственных энергий, частиц, из которых это тело построено. Есть экзотический способ сделать это. Нужно у одного слоя атомов тела превратить в кинетическую энергию такую-то часть собственных энергий, у следующего слоя чуть большую часть и так далее. Для этого в теле требуется создать градиент скоростей у атомов. Можно ли такое устроить у невращающегося тела? Можно, если скорости атомов не поступательные, а колебательные. Только колебать нужно не атомы, а инерциальный фон. Действительно, если атом находится в области, где локальный участок инерциального фона болтается туда-сюда, что организовано чисто программными средствами, то это означает, что по отношению к инерциальному фону болтается сам атом. То есть у него есть средняя колебательная скорость и средняя кинетическая энергия. Остается устроить так, чтобы эти средние кинетические энергии атомов уменьшались с увеличением высоты. Тогда их собственная энергия будет увеличиваться с увеличением высоты, и беззапорная тяга будет направлена вниз. Изменять среднюю колебательную энергию можно, изменяя либо частоту, либо амплитуду болтанки локального участка инерциального фона. Мы полагаем, что использованы изменения амплитуды, что все около луны инерциальное пространство вибрирует на одной частоте и синфазно в направлениях от центра к центру. Амплитуды же этих вибраций уменьшаются с увеличением расстояния от лунной поверхности. Ориентировочные цифры, дающие реальное ускорение свободного падения вблизи поверхности луны, таковы. Частота вибрации около 100 МГц, амплитуда их на поверхности примерно 5 микрон. Программно привязанную к луне область, в которой вибрации инерциального фона сообщают телам тягу к луне, мы называем зыбким пространством. Интересно, что тяготение, порождаемое таким экзотическим способом, не должно действовать на вещественные объекты с размерами меньшими, чем локальный размах вибрации, в частности на отдельные атомы и молекулы. Возможно, здесь и разгадка того, почему у луны нет атмосферы. А еще эта экзотическая модель дает объяснение нескольким загадочным оптическим феноменам. В первом фильме мы говорили, что скорость света ведет себя как фундаментальная константа по отношению к локальному участку инерциального фона, по которому свет распространяется. поэтому вибрации инерциального фона непременно должны сказываться на процессе распространения света. Например, луч света от звезды, проходящей к земному наблюдателю в притирку с Луной, из-за вибраций зыбкого пространства испытывает непредсказуемый доворот в пределах некоторого углового разброса. Вот почему, несмотря на высокую точность предсказания движения Луны по небосводу, невозможно предсказывать с соответствующей точностью моменты покрытия звезд Луной и моменты выхода звезд из-за нее. Учитывая вибрации зыбкого пространства, мы даем также объяснение поразительного и загадочного феномена обратного рассеяния света на Луне. Все привыкли к тому, что каждый малый участок поверхности отражает свет как маленькое зеркальце по принципу угол падения равен углу отражения. На Луне все по-другому. Лунная поверхность отражает всего около 7% отпадающего солнечного света и не по зеркальному принципу. Почти весь отраженный свет возвращается туда, откуда он пришел при любом угле падения вплоть до скользящего. И дело здесь не в шероховатостях поверхности. При обычном рассеянии на шероховатостях Луны в полнолуне наблюдалось бы потемнение на краях видимого диска, как это обычно и бывает при освещении шероховатой шарообразной поверхности. Но нет этого потемнения на краях и Луна выглядит плоской как блин, потому что все освещенные участки отражают свет по-лунному, то есть назад к Солнцу. Вот почему в полнолуне, когда источник освещения Луны находится сзади от нас, яркость Луны аномально велика, настолько, что при лунном свете можно читать книгу. специалисты полагали, что феномен обратного рассеяния обусловлен свойствами лунного грунта и затратили немало усилий, чтобы найти материал или минерал, дающий рассеяние подобное лунному. Все эти усилия пошли прахом. Окрест на этих работах поставили образцы лунного грунта, доставленные советскими аппаратами, начиная с Луны-16. В земных условиях лунный грунт рассеивал свет без всяких фокусов. Так что дело здесь не в аномальных свойствах лунного грунта, а в аномальных условиях на Луне. И это еще не все. Вибрации зыбкого пространства должны влиять не только на процесс распространения света, но и на его источники и поглотители, которыми являются в основном молекулы. В области обычного тяготения при свободном движении тела приращении его высоты однозначно соответствует приращению его скорости, согласно закону сохранения энергии. В зыбком же пространстве быстро осцилляции скорости молекул не сопровождаются соответствующими осцилляциями их высоты. При этом закон сохранения энергии обеспечивается тем, что вариации кинетической энергии отрабатываются через вариации энергии возбуждения, то есть через вариации энергии того кванта, которым обмениваются химически связанные атомы. В результате колебательные вращательные линии у молекул испытывают сильное уширение из-за которых эти линии сливаются в видимом диапазоне в сплошной спектр. Хорошо известно, что в лунном свете отсутствуют молекулярные полосы, которые позволяли бы делать дистанционный структурный анализ. Теперь мы можем объяснить поразительный феномен потери цветности у предметов на Луне. В сетчатке человеческого глаза есть три типа клеток, работающих на цветоощущение и имеющих соответственно три различных полосы поглощения, которые частично перекрываются. Ощущение, например, зеленого цвета возникает не только при реакции на кванты из зеленой области. С не меньшим успехом оно возникает при реакции на кванты из других областей желтый плюс голубой. Так получается потому, что ощущение того или иного цвета соответствует тому или иному соотношению между количественными срабатываниями клеток названных трех типов за время цветовой реакции. Если же в лунных условиях полосы молекулярного излучения поглощения превращаются в сплошной спектр в видимом диапазоне, то любая из тех самых трех типов клеток сработает на любой квант света из видимого диапазона с одинаковой вероятностью. Результатом и будет потеря цветности наблюдаемых предметов. Для невооруженного глаза и в телескопы цвет Луны пепельный с небольшими примесями желтовато-коричневатого. Американцы пытались перехитрить природу. На аппарате сервей Родин посажен на поверхность Луны черно-белая телекамера снимала через три разных светофильтра с теми самыми тремя полосами пропускания поочередно. Ожидалось, что совмещение трех изображений должно было передать реальные цвета на Луне. Увы, поверхность Луны все равно получалась в оттенках серого. Для сравнения лунный грунт, доставленный советским аппаратом Луна-16, в земных условиях демонстрировал свои настоящие цвета, коричневатые образца в естественном виде и фиолетовые у мелкодисперсной фракции. То есть потеря цветности у предметов на Луне обусловлена не свойствами этих предметов, а опять же особыми условиями на Луне. Важный нюанс. При использовании цифровой видеотехники можно сделать какие угодно цвета из ничего, поэтому современные цифровые кадры лунной поверхности во-первых не дают естественных цветов и во-вторых не отменяют феномена потери цветности. А теперь вспомним, что цифровая видеотехника появилась относительно недавно. При съемке же на фото и кинопленку в лунных условиях полосы поглощения светочувствительных слоев расплылись бы на весь видимый диапазон и цветных кадров не получилось бы. Поэтому цветные фото и кинокадры которые американские астронавты снимали якобы на Луне выдают фальсификаторов с головой. О фальсификации кричит и освещение на американских кадрах. Из-за того что почти весь отраженный поверхностью Луны свет идет обратно к Солнцу наблюдатель находящийся на освещенной поверхности Луны не мог бы видеть залитых солнечным цветом пейзажей. Из противосолнечных сторон предметов он видел бы резкие и совершенно черные тени а не серые как на Земле поскольку на Луне области тени не подсвечиваются ни с освещенных участков ни с заросения света в атмосфере которой нет. телекадры переданы лунохонам 1 хорошо демонстрируют эти особенности лунного освещения. А на американских кадрах снятых якобы на Луне сплошь и рядом отсутствуют тени с противосолнечных сторон как на астронавтах так и на их технике или еще лучше прекрасные различимые детали в тени посадочного модуля. Вывод все эти кадры цветные и с совершенно не лунным освещением снимали конечно не на Луне. Слишком аномально организовано лунное тяготение и заведомо провальные попытки безошибочно проимитировать его необычные проявления. Наша базовая концепция которая невероятно упрощает понимание физических явлений такова физический мир в котором мы живем не самодостаточен. Физическая реальность существует благодаря надфизической реальности благодаря программному обеспечению физического мира. Программами формируются частицы вещества и программно заданы варианты взаимодействий в которых частицы могут участвовать. Тяготение порождается не массами а электромагнитные явления не зарядами. Программы управляют веществом. Вот почему в мире действуют физические законы а не царят хаос и произвол. Мы пытаемся понять хотя бы основные принципы логики этих программ. Все что вы сейчас увидите и услышите основано на достоверных экспериментальных фактах. Представление ортодоксальной физики о природе света это клубок вопиющих противоречий. Главная причина этого предрассудок о том, что световая энергия может иметь автономное, независимое от атомов существование. Свет, говорят нам, это фотоны, летящие в свободном пространстве. Летящие со скоростью света, разумеется. Фотон, как порция световой энергии считается одной из четырех фундаментальных абсолютно стабильных частиц. Выплюнутый атомом фотон летит якобы сам по себе и может пролететь длинные световые годы, пока на его пути не попадется атом, способный его поглотить. А что представляет собой фотон, никто толком объяснить не может. Никакому переносчику световой энергии не могут быть присущи сразу и волновые, и корпускулярные свойства, которые демонстрируют свет. Термин корпускулярно-волновой дуализм ничего не объясняет, а лишь подчеркивает бессилие теоретиков. Это лишь на первый взгляд несложно совместить в концепции фотона как волновой, так и корпускулярной подходы. Фотон можно представлять отрезочком волны. Тогда сразу вопрос, а сколько длин волн укладывается на длине фотона? Чем больше раз там что-то колебнется, тем при прочих равных условиях большую энергию фотон переносит, не так ли? Нет, это у нормальных волн так, а световые волны ненормальные. У нормальных волн энергия зависит от частоты колебаний и от их амплитуды, а у фотона только от частоты, согласно знаменитой формуле планка, Е равняется H2. Получается, что фотон хоть в 10 длин волн, хоть в 10 миллиардов длин волн должен переносить одну и ту же энергию. Может, противоречия нет, если фотон имеет однозначную длину, скажем, тысячу длин волн? Отнюдь. Имеется указание на то, что длина фотона неоднозначна. В свое время ставились опыты по интерференции света при сверхслабых потоках, когда фотоны летели сквозь за долгое время экспозиции, когда фотонов пролетало достаточно, на пластинке получалась такая же интерференционная картинка, как и при сильном потоке при короткой экспозиции. Но летевшие поодиночке фотоны не могли интерферировать друг с другом. Каждый мог интерферировать только сам с собой. Тогда по разности путей в интерференционном приборе можно судить о длине фотона. Лоренц обращал внимание на то, что для зеленой линии ртути при разности хода в 2 миллиона длин волн интерференция еще возможна. То есть длина фотона должна составлять не менее одного метра. И это далеко не предел. При ширине спектра у зеленого света узкополосного лазера в 15 килогерц эквивалентная длина когерентности, при которой интерференция еще возможна, это 3 километра. А вот другая крайность. У фемтосекундного лазера при длительности импульса в 100 фемтосекунд длина импульса составляет 30 микрон, а фотоны здесь вроде бы те же самые из зеленой области. Так какова же их длина, если она то не меньше 3 километров, то не больше 30 микрон? Молчит наука. Да и что такое 30 микрон? В прозрачном кристалле расстояние между атомами скажем 3 ангстрема. Как здесь от атома к атому может лететь 30 микронный фотон, если бы длина больше междуатомного расстояния на 5 порядков? Трудно представить такой полет? Ну тогда про 3-х километровый фотон лучше не спрашивать. Отчаявшись решить проблемы с длиной фотона, в 1911 году на первом Сальвеевском конгрессе физики договорились считать, что квант света излучается и поглощается атомом мгновенно. И это постановление до сих пор не отменили. При мгновенном излучении и поглощении совершенно неоткуда браться эффекту Доплера. Ну да пришлось закрыть на это глаза. Было не до жиру. А ведь фотон должен иметь не только ненулевую длину, но и ненулевые поперечные размеры. Увеличение площади дифракционной решетки при сохранении количества штрихов метр. Дает более резкие пики интерференционной картинки. Аналогично увеличение входной апертуры телескопа увеличивает его разрешающую силу. Придется допустить, что поперечные размеры фотона сопоставимы с апертурой телескопа. Как тогда может видеть человеческий глаз? Спрашивал Лоренс. Зрачок пропускает лишь ничтожную долю кванта. В эпоху Лоренса научно-техническим чудом считался телескоп с диаметром зеркала в один метр. Что Лоренс спросил бы про человеческий глаз сегодня, когда, например, телескоп на Зеленчукской имеет шестиметровое зеркало? Самое время напомнить, что как светочувствительное зернышко фотопластинки, так и светочувствительная клетка в сетчатке глаза срабатывают при поглощении фотона целиком. Для этого фотон, имеющий не весь какие поперечные размеры, должен чудесным образом схлопнуться в точку. Теоретики так и не смогли объяснить, как это чудо происходит. Ни ума не хватило, ни фантазии. Точечность действия фотона на отдельный атом или молекулу это ярко выраженное корпускулярное свойство. Фотон излучается и поглощается только целиком. Важное свидетельство о корпускулярной природе света это фотоэффект. То есть эмиссия электронов из освещаемой металлической пластины при энергии падающих фотонов выше пороговой. Здесь изюминка как раз в этом энергетическом пороге, который говорит о том, что электроны вылетают в результате действия на них не световых волн, а световых квантов. Ведь энергия фотоэлектронов зависит не от интенсивности освещения, как это было бы в случае действия волн. Энергия фотоэлектрона определяется разностью между энергией падающего фотона и так называемой работой выхода электрона из материала пластины. Это уравнение, предложенное Эйнштейном, прямо описывало то, что световая энергия поглощается дискретными порциями. Но записав для элементарного акта фотоэффекта этот баланс энергии, Эйнштейн постеснялся записать для него же баланс импульсов, иначе засмеяли бы. Фотоэлектроны вылетали из освещенной стороны пластинки, то есть навстречу потоку фотонов. Не вязалось это с представлениями о фотоне как о полноценной частице, переносящей импульс. Поэтому свидетельства об этой полноценности притягивались за уши в других экспериментах. Вот например опыт Лебедева, который якобы доказал наличие светового давления. Лебедев освещал сфокусированным светом от электрической дуги крылышки легкого крутильного маятника, который совершал свободные крутильные колебания. При освещении как правого, так и левого крылышка маятник немного доворачивался к новому среднему положению колебаний в сторону удаления освещаемого крылышка от источника освещения. Так вот, данные Лебедева говорят о том, что эти довороты маятника были обусловлены не давлением света, а главным мешающим фактором радиометрическими силами. Температура остаточных газов с освещенной стороны крылышка немного выше, чем с неосвещенной. Соответственно, и давление остаточных газов на освещенную сторону выше, чем на неосвещенную. В этом и был секрет фокуса. Заметим, у Лебедева в стеклянном баллоне с крутильным маятником давление остаточных газов было чуть ниже, чем 10 в минус четвертой степени миллиметра ртутного столба. Для сравнения, позже при поточном производстве радиоламп их колбы откачивали до 10 в минус седьмой степени миллиметра ртутного столба, а в экспериментальных установках достигалось давление еще на несколько порядков ниже. Опыты Лебедева можно было повторить в условиях, когда радиометрические силы устранены подчистую, но не было публикации о подобном обнаружении давления света в чистом виде. Это понятно. Когда устраняли радиометрические силы, устранялся и искомый эффект. Чтобы прикрыть этот провал, публики демонстрируют игрушку, крыльчатку в колбочке, которая вращается при достаточно ярком освещении. Эта игрушка даже называется радиометрическая вертушка, но публики втюривают, что она вращается из-за давления света. Что касается переноса импульса отдельным фотоном, то об этом свидетельствуют, как полагают, Комптоновское рассеяние рентгеновских квантов и Мюсбайеровский режим излучения поглощения гамма-квантов. Оба эти явления описываются в терминах закона сохранения импульса с участием импульса рентгеновского или гамма-кванта. Но, увы, принятые объяснения эффектов Комптона и Мюсбайера совершенно неадекватны. В первом умалчивается про анти-Комптоновское рассеяние, ибо, если говорить всю правду, то окажется, что закон сохранения импульса в одной половине случаев работает, а в другой нет. Во втором, сверхузкие спектральные линии обеспечиваются небезодачным излучением поглощениям при температуре образца ниже Дебаевской, а тем, что ниже некоторой температуры размах тепловых колебаний атомах в решетке становится меньше рабочей длины волны, а при этом доплеровское уширение пропадает, и для каждой длины волны есть своя температура перехода в этот режим, что и наблюдается на опыте. По сравнению с принятым объяснением эффектов Комптона и Мюсбайера, наши объяснения более адекватны, и переноса импульса фотоном здесь вовсе не требуется. А еще нас уверяют в том, что эволюция орбиты американского надувного спутника Эхо-1, из-за которых он не проработал запланированный срок, были обусловлены давлением солнечного света, больше, дескать, нечем. Отнюдь ультрафиолетовое излучение Солнца должно было вырывать фотоэлектроны из медалисированной поверхности баллона, и компенсирующий приток электронов из окружающего пространства вполне мог порождать электродинамическую силу, тянувшую баллон в направлении от Солнца. Наконец, экзотический пример стандарт частоты, называемый цезиевю фонтан, в котором облачко атома в цезие подвешено благодаря подсветке с шести сторон лазерными лучами, частоты которых примерно на 5 МГц ниже частоты оптического перехода в цези, на длине волны 852 нанометра. Считается, что при уходе атома из перекрестия лучей он резонансно поглощает встречные фотоны и таким образом тормозится из-за эффекта отдачи. Однако, есть и другое объяснение. Движущийся из перекрестия лучей атом воспринимает из-за эффекта доплера частоту встречного луча увеличенной, а частоту попутного луча уменьшенной. При этом имитируется пребывание атома в условиях градиента частот, о котором мы говорили во втором фильме, и атом испытывает безопорное силовое воздействие, возвращающее его в перекрестие. О том, что дело здесь в имитации градиента частот, особенно убедительно говорит методика подброса облачка атомов. А именно, частоты подсветки сверху и снизу на время около одной миллисекунды сдвигают на несколько мегагерц, частоту верхней подсветки уменьшают, а частоту нижней увеличивают, и облачка атомов, кратковременно испытавших искусственный вертикальный градиент частот, начинает свободный полет вверх. Этот подброс не объяснить преимущественным поглощением фотонов снизу, поскольку используемый сдвиг частоты практически не увеличивает ни импульсы фотонов подсветки, ни эффективность их поглощения. Зато достоверно известно, начальная скорость полета облачка атомов вверх прямо пропорционально примененным сдвигом частот подсветок снизу и сверху. Значит, дело здесь совсем не в передаче импульсов фотонами. Экспериментаторы научились сообщать безопорное ускорение атомам, но не верят глазам своим. Как ни крути, нет свидетельств о том, что фотоны переносят импульс, то есть являются полноценными частицами. Нам тут же напомнят про взаимопревращаемость фотонов и вещества, проявление аннигиляции и рождения электрон-позитронных пар. Увы, в этом вопросе нас всех обманули. Электроны-позитрон каждой собственной энергии по 511 кВт при так называемой аннигиляции не исчезают полностью, давая два гамма-кванта на 511 кВт каждый. По-честному, они образуют связанную пару с энергией связи 511 кВт, что ведет на выходе один гамма-квант на 511 кВт. Мы говорим об этом уверенно, потому что знаем, в экспериментах, где регистрируются пары гамма-квантов аннигиляции, разлетающихся, согласно высокой теории, в противоположных направлениях, срабатывания схемы совпадений являются случайными, в том числе и в позитрон-эмиссионных томографах, которые детектируют кванты аннигиляции, летящие из ткани пациента, в которые введен подходящий радиоактивный изотоп. Томограф работает, потому что если одна аннигиляция дает один квант, то чем больше квантов будет лететь из исследуемого объемчика, тем больше будет поймано из совпадений, причем каких хотите. Мы сильно подозреваем, что отказ от работы по методике совпадений позволил бы значительно уменьшить дозу вводимую пациенту. И еще связанная пара электрон-позитрон, которая получается при так называемой аннигиляции, при подходящей на воздействии на нее способны диссоциировать, давая иллюзию рождения электрон-позитронной пары. Ни о какой взаимопревращаемости фотонов и вещества не может быть и речи. Но не являются фотоны полноценными частицами. Тем более, что по нашей концепции фотонов в традиционном понимании не существует в природе. По нашей концепции физическими энергиями во всем их многообразии форм обладает только вещество. Световая энергия не является исключением. Порция световой энергии это не что иное, как энергия возбуждения атома. Она может находиться на атоме номер один или номер два, но при распространении света эта порция энергии не проходит по пространству разделяющими эти атомы, а перебрасывается непосредственно с одного атома на другой. Такие квантовые перебросы производятся чисто программными манипуляциями, поэтому мы не усматриваем здесь чего-то фантастического. Автоматически работающий пакет программ, который обеспечивает распространение света в физическом мире, мы называем навигатором квантовых перебросов энергии. Для каждого атома, у которого появилась энергия возбуждения, начинает работать свой канал навигатора. Начинается сканирование окружающего пространства в поисках атома, на который может быть переброшена энергия возбуждения. Поисковые волны движутся со скоростью света по отношению к локальному участку инерциального фона. Эти волны не являются физической реальностью, они не переносят физическую энергию. С их помощью навигатор только устанавливает пары атомотдающий и атомопринимающий. В качестве принимающего выбирается тот, расчетная вероятность квантового переброса на который оказывается наибольшей. Кстати, пересекающиеся световые пучки не мешают друг другу потому, что расчеты по разным каналам навигатора производятся независимо друг от друга. Продольный профиль поисковой волны не санусоида, а последователь спиков, разделенных на одну длину волны. Исходя из атома отдающего, поисковые волны поначалу являются расширяющимися сферами, вложенными друг в друга. У первого же атома, которого накрывает первый пик, появляется шанс стать атомом принимающим. Если автоматика не принимает решение о квантовом перебросе, то поиск продолжается. Но теперь этот атом считается источником вторичной поисковой волны, исходящей в момент накрытия его первичной волной. Первичные и вторичные волны будут двигаться, имея область перекрытия. И расчетная вероятность переброса будет больше для тех атомов, которых будет накрывать эта область перекрытия. Поэтому дальнейший поиск и ведется в створе с задаваемым движением этой области перекрытия. Отсюда исследует феномен прямолинейного распространения света в однородной и неупорядоченной вещественной среде. Отсюда следует также дифракционная расходимость луча света, его искривление в неоднородной среде и преломление на границе сред с различной оптической плотностью. Итак, путь для квантосветовой энергии прокладывает навигатор. Когда автоматика идентифицирует атома принимающего, квантовый переброс немедленно производится. Процесс распространения света это цепочка квантовых перебросов порции световой энергии с атома на атом. При таком подходе проблема с совмещением корпускулярных и волновых свойств света даже не возникает. Квант световой энергии волновыми свойствами не обладает. Волновые свойства появляются в результате работы навигатора, который методично обрабатывает все имеющиеся разветвления путей поисковых волн на отражающих и преломляющих поверхностях, на делительных пластинках, на препятствиях дробящих волновой фронт, например, на щелях дифракционной решетки. Пусть затем разветвленные пути поисковых волн снова сходятся. В те места, где поисковые волны склёстываются своими пиками, вероятность квантового переброса повышена. В частности, именно в этих местах получаются светлые полосы после дифракционной решетки. И лишен смысла вопрос о том, через какую щель прошел тот или иной квант, попавший в ту или иную светлую полосу на экране. Сквозь щели проходили поисковые волны, а квант мог быть переброшен непосредственно с атома то есть интерферируют поисковые волны навигатора. Причем интерференция света принципиально отличается от интерференции механических волн, например, звуковых или волн на поверхности воды. Механические волны, порождаемые двумя независимыми источниками с одинаковыми частотами колебаний, отлично интерферируют, давая статическую картинку узлов и пучностей, то есть мест, куда волны от двух источников добегают в противофазе, давая в сумме нулевую амплитуду колебаний и мест, куда они добегают синфазно, давая удвоенную амплитуду колебаний. Для случаев же световых волн правда заключается в том, что смешивание света от двух независимых источников не дает интерференционной картинки, даже если эти источники сверхузкополосные. Те, кто пытались получить интерференционную картинку, смешивая свет от двух одинаковых одночастотных лазеров, мучились долго и безуспешно. Желающие могут повторить, это убийственный факт, пучки света с одинаковой длиной волны, порождаемые не одним и тем же источником, категорически не интерферируют. Все, без исключения интерферометры, работают со светом от одного и того же источника, расщепляют его, прогоняют по разным путям и снова сводят. Только так получаются интерференционные картинки. А почему? Потому что путь для каждого кванта света прокладывает персональный, выделенный канал навигатора, который работает независимо от других каналов. Интерферировать могут поисковые волны лишь из одного и того же канала навигатора. Это подтверждают и картинки, полученные в режиме одиночных фотонов, когда каждый из них мог интерферировать только сам с собой. Правда для такой интерференции самого с собой неделимый фотон должен проходить по нескольким путям сразу, например, сквозь несколько щелей дифракционной решетки. Наш же подход тем и отличается, что мы обходимся без запредельных абсурдов. Рассмотрим простейший пример. Феномен просветления оптики. На поверхность линзы, отражение от которой требуется уменьшить, наносят покрытие с такой толщиной, чтобы свет с нужной длиной волны, отраженной от поверхности воздух покрытия, оказывался в противофазе со светом, отраженным от поверхности покрытия линза. Тогда падающий на линзу свет проходит сквозь нее, практически без потерянного отражения. Ну и как это объясняют сторонники концепции фотонов? В нелазерном свете фотоны не синфазны, значит, опять же, каждый фотон должен интерферировать сам с собой. Долетает фотон до линзы, отражается сразу от двух поверхностей, из-за чего гасит сам себя и чудесным образом перескакивает в проходящий поток? Или он заранее знает, что отразившись, он погасит сам себя, поэтому подлетает к линзе с твердым намерением лететь только вперед? Для сравнения, наше объяснение совсем простое. Навигатор обнаруживает, что из-за противофазности двух отраженных поисковых волн, вероятность идентифицирует ими атом принимающей резко уменьшается, поэтому поиск продолжается только вперед, куда и производятся квантовые перебросы. У нас все прозрачно. А вот еще нечто. Голография. При записи голограммы на пластинку с тонким фотослоем световой пучок разделяют на два. Один падает на пластинку прямо, а другой освещает объект так, чтобы рассеянный на нем свет тоже падал на фотопластинку. И на пластинке записывается картинка интерференции этих двух пучков. Это и есть голограмма. Каждый квант из исходного пучка, так или иначе попавший на фотопластинку, вызывает срабатывание только одного фотографического зернышка и дает одну точку почернения. Но после достаточной экспозиции каждый из задействованных точек объекта соответствует своя совокупность точек почернения на пластинке. Далее происходит чудо. При освещении обработанной пластинки только прямым пучком он дефрагирует на точках почернения так, что формируется мнимое изображение объекта, которое при хорошем качестве голограммы визуально неотличимо от оригинала. Традиционный подход объясняет это чудо только для случая, когда объект представляет собой единственную точку. Синусоидальная волна дефрагирует на системе точек почернения соответствующей точечному объекту в самом деле формирует его мнимое изображение, что в теории доказывается строго математически. А если объект представлял собой две точки и на пластинке получились две соответствующие системы точек почернения, при освещении такой пластинки свет будет дефрагировать на всех точках почернения сразу. Он же не знает, какие из них соответствуют одной точке объекта, а какие другой. Поэтому мнимоизображение двух точек не получится, а получится визуальная какофония. То есть из традиционных представлений о свете следует, что голографические изображения реальных объектов не могут формироваться в принципе. Но ведь они формируются, да еще как! разгадка в особенностях работы навигатора. Поисковые волны, падая на пластинку, дефрагируют, конечно, сразу на всех точках почернения, соответствующих всем задействованным точкам объекта. Но навигатор быстро обнаруживает, что среди всех имеющихся вариантов наложения пиков вторичных волн начинают устойчиво выделяться те варианты, для которых вероятность квантового переброса заметно выше среднего шумового фона. Каждый устойчиво выделяющийся вариант – это результат дифракции на системе точек почернения, соответствующей только одной точке объекта. Вспомним, что навигатор ищет наиболее вероятных адресатов для квантового переброса. Маловероятные варианты он отбрасывает. Это мы называем приоритетной интерференцией. В результате приоритетной интерференции до конца просчитываются те пути поиска, которые в итоге дают иллюзию прямого полета кванта от той или иной точки объекта, что в совокупности и дает голографическое изображение. Благодаря феномену приоритетной интерференции на одной фотопластинке можно записать несколько наложенных друг на друга различных голограмм, и каждое при освещении своим опорным пучком даст свое голографическое изображение. Более того, эти наложенные друг на друга голограммы могут быть записаны на разных длинах волн, что делает возможной цветную голографию. С учетом приоритетной интерференции объясняются такие чудеса, как возможность заглядывания за краю голографического изображения, а также воспроизведение осколком голограммы всего изображения, правда с ухудшенным качеством. Вообще, в световых явлениях ключевую роль играет именно приоритетная интерференция. Без нее не было бы ни прямолинейного распространения света, ни просветления оптики, ни даже лазерной генерации. Действительно, чем обусловлена селекция продольных мод в резонаторах лазеров? Если поисковая волна многократно бегает между зеркалами резонатора Фабри Перо, то вторичные волны все сильнее подкрепляют первичную тогда, когда на длине одного прохода резонатора, то есть туда-сюда, укладывается целое число длин волн, то есть на расстоянии между зеркалами целое число полуволн. Это условие определяет резонансные продольные моды. При одночастотном режиме генерации бегущие в резонаторе друг навстречу другу гребенки поисковых волн периодически схлёстываются в местах отстоящих друг на друга на пол длины волны. В этих местах соответствующих пучностям стоячей световой волны и происходит высвечивание атомов с наибольшей вероятностью. Эффектные микрофотографии демонстрирующие высвечивание вбок атомов в оптических ловушках свидетельствуют вовсе не о том, что из-за светового давления атомы концентрируются в потенциальных ямах соответствующих узлам стоячей световой волны. На наш взгляд атомы распределены по длине створа равномерно, но высвечиваются те из них, которые находятся в местах соответствующих пучностям, а не узлам стоячей световой волны. А теперь ещё об одной поразительной особенности распространения света. После принятия автоматики решения о квантовом перебросе, за какое время он осуществляется? Ответ таков. Независимо от расстояния между парой атомотдающей и атомпринимающей, квантовый переброс энергии производится практически мгновенно. На первый взгляд смешно утверждение уже о том, что световая энергия может быть переброшена быстрее, чем со скоростью света, не говоря уже про её мгновенный переброс. Но станет не до смеха, если узнать проопыт Басова, 1966 год, который с полной очевидностью показал, лазерный импульс при определенных условиях мгновенно перебрасывается, по крайней мере, на пару метров. Схема была такая. Рубиновый стержень-усилитель находился на расстоянии в 2,5 метра от рубинового стержня-генератора. Делительная пластинка отбирала часть энергии сгенерированной импульса и направляла её по другому пути, мимо усилителя. То есть импульс расщеплялся на два, каждый из которых попадал на свой фотодетектор, сигналы с которых подавались на входы скоростного осциллографа. При выключенном усилителе, то есть при отключенных лампах его накачки, подстраивали задержки в электрических трактах так, чтобы на экране осциллографа оба всплеска фототока происходили синхронно, а затем включали усилитель. И всплеск фототока от импульса, проходящего через усилитель, теперь опережал во времени другой всплеск, служивший опорным. Изумляла величина этого опережения во времени. Казалось бы, изменения в этом канале делались только на протяжении усилителя. Если допустить, что импульс проходил по включенному усилителю мгновенно, то даже в этом случае выигрыш во времени составил бы всего 1,6 нс. А осциллограф четко показывал 9 нс. Мы расцениваем опыт Басова как один из величайших экспериментов 20 века. С минимумом технических средств был получен ошеломляющий результат, который прямо и просто показал, что представление о свете, как о летящих фотонах, причем летящих со скоростью света, это полная чушь. Теоретические ухищрения в данном случае оказались бессмысленны, ибо задача как импульс может проходить усилитель быстрее, чем мгновенно, заведомо абсурдна. Опыт был успешно повторен в ряде других лабораторий, в том числе не с усилителем, а с поглощающей ячейкой. И везде выпадала задержка на прохождение со скоростью света расстояния между генератором и усиливающей или поглощающей ячейкой. Главное, чтобы спектральная линия этой ячейки совпадала с линией генератора. Тогда смотрите, навигатор прокладывает путь квантам света особенно эффективно, когда длина волны попадает на спектральную линию в веществе. За то время, пока генерируется импульс, путь ему оказывается проложен до выходного торца ячейки. И сформированный импульс мгновенно туда перебрасывается. Но, разумеется, он никак не обгонит переднего пика поисковой волны, которая движется со скоростью света. Все происходит аналогично элементарному перебросу кванта света с атома на атом. Опять же, с атома на атом. Вне атомов световой энергии нет. Свет не распространяется в отрыве от вещества. И достаточно малая концентрация вещества становится фактором, ограничивающим возможности разреженной среды по пропусканию световой мощности. Есть гипотеза о том, что постоянство солнечной постоянной, то есть мощности солнечного излучения, падающего на единичную площадку на радиусе орбиты Земли, обусловлено разреженностью космической среды, которая пропускает излучение Солнца на пределе своих возможностей. Не верите? А знаете, что получалось, когда большая комета проходила свой перигелий между Солнцем и Землей? Хвост кометы, направленный от Солнца, может тянуться на пару сотен миллионов километров, как показала великая комета 1680 года. К счастью для Земли, тогда она не попала в этот хвост. А если попала бы, то Солнце через этот створ с повышенной концентрацией вещества устроило бы на Земле мощное глобальное потепление. Где-то это вызвало бы опустошительные засухи, а где-то из-за бурного таяния снегов и льдов опустошительные наводнения, не говоря уже про мор людей и животных. Но наша наука полагает, что тянувшийся из глубины веков ужас перед кометами это не более, чем глупые суеверия невежественных народных масс. А пусть эта наука скажет, почему так позорно провалилась затея поражать лазерным излучением космические объекты. Это только в кино, мультиках и компьютерных игрушках космические корабли в клочья разносят из лазерных пушек. А реалии совсем другие. Есть боевые лазеры, которые прожигают броню, сшибают крылатые ракеты и даже межконтинентальные ракеты на взлете. Все это получается в условиях стандартной атмосферы. А в космосе эти лазеры едва справляются со смехотворной задачей выведением из строя светочувствительных элементов у спутника шпиона. Как же так, недоумевают академики. В космическом вакууме фотонам должно быть проще лететь, чем в атмосфере. Мы же в лабораторных условиях пропускаем через сверхвысокий вакуум лазерные интенсивности. Вот именно в лабораторных условиях, когда длина участка со сверхвысоким вакуумом мизерная и квантовые перебросы могут производиться со входного окошка камеры на выходное. На космических просторах все по-другому. Навигатор в поисках атома принимающего сканирует пространство не до бесконечности. Если по истечении некоторого характерного времени адресат не найден, поиск прекращается и похоже начинается его новый цикл. Вот почему сквозь достаточно разреженную среду лазерную интенсивность не передать на большое расстояние. И наконец еще один секрет. Когда мы говорили о квантовых перебросах световой энергии с атома на атом, могло сложиться впечатление, что при пребывании кванта с световой энергией на атоме полная энергия атома увеличена на величину энергии этого кванта. Это, конечно, не так. Энергия светового кванта это энергия возбуждения атома, а приобретение атомом энергии возбуждения означает такое же уменьшение энергии связи атомарного электрона. Достоверно известно, что энергия ионизации атома из возбужденного состояния уменьшена как раз на величину энергии возбуждения по сравнению с энергией ионизацией из основного состояния. При так называемом поглощении кванта света Атом не приобретает энергию сверх той, которую он имел Происходит всего лишь превращение части энергии связи в энергию возбуждения А полная энергия атома остается прежней Аналогично, при так называемом излучении кванта Происходит противоположное перераспределение энергии в атоме А полная его энергия опять же остается прежней Таким образом, при квантовом перебросе энергии возбуждения с атома на атом Полная энергия атома отдающего не уменьшается А полная энергия атома принимающего не увеличивается То есть квантовый переброс световой энергии Означает всего лишь синхронное перераспределение энергии у пара атомов Если обращать внимание только на энергию возбуждения То создается иллюзия перемещения энергии в процессе распространения света На самом же деле, никакого потока энергии при этом нет, поскольку каждый атом остаётся при своём. Такой подход, кстати, непринуждённо объясняет, почему свет не переносит импульс. Ох, как непривычно звучит то, что по лазерному лучу энергия не передаётся. Специалисты кидались показывать нам следы лазерного воздействия на вещество. А то мы сами не занимались лазерной обработкой материалов и сами не видали такого добра. Ясно же, втолковывали нам специалисты, что температура мишени повышается из-за вкачивания туда энергии, приходящей по лазерному лучу. Минуточку. Температура мишени действительно повышается, но не от того, что в неё вкачивается энергия. Температура – это вовсе не мера энергосодержания. Это характеристика распределения энергии в ансамбле частиц. Лазерное воздействие всего лишь деформирует это распределение. Энергии возбуждения в атомах мишени растут. Энергии связи электронно у них уменьшаются, но суммы тех и других остаются прежними. Температура мишени при этом повышается, а её полная энергия – нет. Таким образом, впечатляющим спецэффектам при лазерном воздействии на вещество не противоречит вывод о том, что при распространении света происходят перебросы с атома на атом не энергии, а всего лишь её перераспределений. Такой подход выводит физику из беспросветного тупика, в который завела её концепция фотонов. Наша базовая концепция, которая невероятно упрощает понимание физических явлений, такова. Физический мир, в котором мы живём, не самодостаточен. Физическая реальность существует благодаря надфизической реальности, благодаря программному обеспечению физического мира. Программами формируются частицы вещества, и программно заданы варианты взаимодействий, в которых частицы могут участвовать. Тяготение порождается не массами, а электромагнитные явления – не зарядами. Программы управляют веществом. Вот почему в мире действуют физические законы, а не царят хаос и произвол. Мы пытаемся понять хотя бы основные принципы логики этих программ. Всё, что вы сейчас увидите и услышите, основано на достоверных экспериментальных фактах. Много пришлось потрудиться нескольким поколениям экспериментаторов, чтобы прийти к выводу. Электрические явления обусловлены не флюидами, то есть невесомыми жидкостями, а частицами вещества, которые являются носителями особого свойства – электрического заряда. Но что такое электрический заряд, сие остаётся тайной, как и то, почему заряды бывают двух типов. Заряженные частицы и тела ведут себя так, как будто оказывают друг на друга силовое воздействие. Трудно отделаться от впечатления, что разноимённые заряды притягиваются друг к другу, а одноимённые – отталкиваются друг от друга. Но если от этого впечатления не отделаться, то сущность электрического заряда так и останется тайной. Дело вот в чём. Допущение силового воздействия зарядов друг на друга, пусть даже через посредника, называемого электрическим полем, означает допущение энергии взаимодействия зарядов. Когда электрон с характерным развером свою Комптоновскую длину касается бачком такого же по величине позитрона, то энергия их кулоновского взаимодействия должна составлять около 600 электрон-вольт. Будучи на три порядка меньше, чем собственная энергия электрона, 511 кеф, Этой энергии всё-таки достаточна для заострения внимания на проблеме. Куда исчезает эта энергия при так называемой аннигиляции электрона и позитрона? И это далеко не всё. Полагают, что электрический заряд распределён по объёму электрона, что описывает его так называемый форм-фактор. Так что на каждый элементик объёма приходится некоторая часть заряда. Тогда эти элементики должны кулоновски отталкиваться друг от друга, и энергия этого саморазрыва электрона уже сопоставима с его собственной энергией. А ведь должно быть ещё какое-то контр-воздействие, которое удерживает электрон от того, чтобы он взорвался. И вот энергия разрывающих и сдерживающих электрон воздействий тоже бесследно исчезает при аннигиляции. А ведь этот тупик легко устраняется при допущении о том, что электрические заряды в принципе не могут порождать силовых воздействий, поскольку электрическому заряду, в отличие от массы, никакая энергия не соответствует. Электрический заряд – это просто метка или идентификатор для пакета программ, который обеспечивает всё то, что называется электромагнитными явлениями. Если частица имеет идентификатор положительного или отрицательного заряда, то она охвачена управлением этого пакета программ. У свободных заряженных частиц управляется их движение. Свободные заряды движутся так, чтобы уменьшались отклонения от равновесного распределения зарядов в пространстве. Концентрации положительных и отрицательных зарядов могут отличаться от места к месту. Но там, где они равны друг другу, средняя плотность электричества является нулевой, и распределение зарядов является равновесным, как здесь, так и здесь. Неравновесным является разделение зарядов, когда в одном месте доминируют положительные, а в другом – отрицательные. Подвижки свободных зарядов, нейтрализующие такие разделения, вызывают яркую иллюзию того, что разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются. Выравнивая концентрации разноименных зарядов – это проявление действия электрических сил. Кроме того, действуют еще магнитные силы, которые так подправляют движения свободных зарядов, чтобы они по возможности компенсировали коллективные движения зарядов, то есть электрические токи. Подход, в котором электромагнитные явления порождаются пакетом программ, которые рулят частицами с соответствующими метками, делают совершенно излишней концепцию электромагнитного поля. Это поле придумали теоретики, чтобы не сойти с ума в попытках объяснить взаимодействие частиц на расстоянии. Только не надо приписывать эту придумку Максвеллу. В его трактате об электричестве четко сказано, электрическое поле – это часть пространства в окрестностях наэлектризованных тел. Она может быть занята воздухом или это может быть так называемый вакуум. Как в сельском хозяйстве поле – это участок земной поверхности, так и у Максвелла поле – это чисто геометрический участок пространства, который не является физической реальностью и не имеет физических свойств. Уравнение Максвелла – это не уравнение поля, это чисто формальное выражение для расчета электромагнитных явлений. Объявление электромагнитного поля физической реальностью – это на совести более поздних теоретиков, которые в дальнейшем развивали теорию поля, то есть, на наш взгляд, теорию того, чего нет в реальности. И действительно, никто никогда не обнаружил электромагнитное поле напрямую, о нем судили не иначе, как по поведению пробных зарядов, на которые действовало не поле, а управляющие программы. И если заряд – это просто метка для этих программ, то очевидны неделимость и целостность элементарного заряда. Либо частица имеет метку, либо не имеет. Заряды, дробные от элементарного, которые приписали кваркам, – это неудачная шутка теоретиков, которые в своих фантазиях раздробили то, сущность чего до сих пор не понимают. Что же представляет собой эта метка для управляющих программ? В мире, где частицы вещества существуют благодаря работе программ, которые их формируют, простейшей формой движения является неопределенно долго длящаяся цепочка смен всего двух состояний, которые можно уподобить логическим нулю и единице в цифровой технике. Цепочка циклических смен этих двух состояний выражает собой идею бытия во времени в чистом виде. Такую цепочку смен состояний мы называем квантовыми пульсациями, а элементарную частицу, в частности электрон, мы называем квантовым пульсатором. В отличие от случая классических осцилляций, энергия которых зависит от частоты и от амплитуды, у квантовых пульсаций амплитуда не может принимать разные значения, поэтому энергия квантовых пульсаций зависит только от одного параметра, от частоты. Эта энергия есть произведение постоянной планка на частоту квантовых пульсаций. Да-да, эта формула выражает не энергию фотона, а энергию квантовых пульсаций в веществе. Приравнивая ашню у электрона к произведению его массы на квадрат скорости света, мы получаем формулу Дебройля, из которой следует, что частота квантовых пульсаций у электрона составляет 1,24 на 10,20 степени герц. Квантовым пульсациям соответствует характерный пространственный размер, равный произведению периода квантовых пульсаций на скорость света, что дает комптоновскую длину волны частицы. У электрона это 0,0024 ангстрем. Так вот, у электрона к его цепочке квантовых пульсаций, задающей энергетическую характеристику, массу, довешено еще нечто, задающее неэнергетическую характеристику, электрический заряд. Это довешивание осуществлено, на наш взгляд, простейшим измыслимых способов. Само наличие у частиц квантовых пульсаций на частоте, которую мы называем электронной, означает наличие у нее элементарного электрического заряда. Но заряд может иметь тот или иной знак, значит, зарядовые метки должны быть двух типов. Конечно, разноименным элементарным зарядом соответствуют противоположные фазы квантовых пульсаций на электронной частоте. Фаза квантовых пульсаций не является энергетической характеристикой, так что все сходится. Для каждого уровня упорождающих тяготение частотных склонов, о которых мы говорили во втором фильме, должна быть задана не только электронная частота, диктующая массу электрона, еще должны быть заданы две противоположные фазы пульсации на электронной частоте, обеспечивающие метки положительного и отрицательного заряда. Электрон и позитрон, покоящиеся в одинаковом гравитационном потенциале, являются квантовыми пульсаторами на одной и той же электронной частоте, только с противоположными фазами, потому их массы одинаковы, а заряды противоположны. При этом в электроне, да и позитроне, нет ничего сверхквантовых пульсаций на электронной частоте с определенной фазой. Такое колоритное свойство, как собственный магнитный момент электрона, то есть спин, это фантазия теоретиков, для создания видимости решения некоторых своих проблем. Физическая модель спина через собственное вращение электрона, как шарика с распределенным по его объему зарядом, привела к таким чудовищным несуразицам, что физики отказались от каких-либо моделей спина вообще. К тому же, наличие спины у свободного электрона категорически не проявляется на опыте. Например, пучок электронов не удается расщепить в неоднородном магнитном поле. Ни физической модели у спина электрона нет, ни экспериментальных свидетельств о его наличии. Говорить не о чем. Кстати, такой же шуткой, как и про спин, является шутка про волновые свойства электрона. У первооткрывателей Дэвисона и Джермера, которые ловили пики рассеяния электронов, направляемых ортогонально на срез монокристалла никеля, дело было отнюдь не в брегговской дифракции, то есть не в резонансном рассеянии параллельными атомными слоями в монокристалле. Во-первых, сильный пик обратного рассеяния имел место всегда, а не только при резонансных энергиях электронов. Во-вторых, только некоторые из отклоненных пиков рассеяния соответствовали брегговским условиям, а остальным пикам пришлось бы приписать дробные порядки дифракции, что абсурдно. Далее, картина пиков рассеяния полностью изменяется при нанесении на поверхность всего двух атомных слоев другого металла, то есть эффект является поверхностным, а не объемным, как требует объяснение через дифракцию. И этот эффект вторичная электронная эмиссия, для объяснения которой не требуются никакие волновые свойства электронов. Но вернемся к нашим зарядам. У электрона и позитрона квантовые пульсации задают и массу, и заряд. А как устроен протон? Чтобы иметь элементарный заряд, протон должен иметь квантовые пульсации на электронной частоте, а чтобы иметь свою массу, протон должен иметь пульсации с почти в 2000 раз большей частотой. Эта задача, как мы полагаем, решена простейшим способом. А именно, высокочастотные пульсации, отвечающие за массу, подвержены амплитудной модуляции на электронной частоте. У квантовых пульсаций, то есть череды всего двух состояний, амплитудная модуляция может иметь лишь стопроцентную глубину. То есть эта модуляция может представлять собой лишь прерывание квантовых пульсаций. В итоге, высокочастотные несущие пребывают в бытии лишь половину всего времени, но результирующая масса и энергия уменьшены отнюдь не вдвое, а на энергию, соответствующей энергии на частоте прерывания. Здесь ν, ВЧ, это высокочастотные несущие, ν, Е, электронная частота. Из этого выражения на основе справочной массы протона для высокочастотные несущие получают значение 2,27 на 10,23 Гц. По этой модели протон имеет квантовую пульсацию на двух частотах. Высокочастотные отвечают практически за всю массу, а электронные, с фазой положительного заряда, за заряд. Соответственно, протон имеет два характерных пространственных размера, но при этом в протоне нет никаких субчастиц. Положительный заряд не присоединен к большой нейтральной массе, а можно сказать, вшит в нее через модуляцию. Теперь, когда мы обрисовали наше представление об электроне и протоне, мы можем сказать, на чем держится простейшая структура из этих двух частиц, атом водорода. Но прежде заметим, что традиционные представления здесь ровным счетом ничего не объясняют, будучи клубком вопиющих противоречий. Когда лаборант Резерфорда обнаружил в опыте по рассеянию альфа-частиц на тонких фольгах, что рассеивающие центры имеют размеры гораздо меньше, чем атомы, Резерфорд предложил планетарную модель атома, в которой электроны обращаются вокруг положительно заряженного ядра. Такой подход, как и для случая обращения спутника вокруг планеты, допускает огромное разнообразие орбит без каких-либо преимуществ у той или другой. Но это не согласуется с тем, что атомы имеют характеристические размеры, как будто для образования атома требуется, чтобы находящемуся на нужном расстоянии от ядра электрону был сообщен нужный импульс в нужном направлении. Более того, у атома имеется еще и запас устойчивости, обеспечивающие характеристические размеры. Ведь атомы в газах при миллиардах столкновений в секунду остаются сами собой, со своими характеристическими спектрами излучения-поглощения. Было совершенно ясно, что взаимодействия атомарных электронов с ядрами принципиально не сводятся к электромагнитным. И свое бессилие в этом вопросе теоретики прикрыли квантово-механическими закидонами. С некоторых пор считается, что атомарный электрон не летает по орбите вокруг ядра, а представляет собой размазню, называемую электронным облаком. Почему это облако не схлопывается на ядро? Ответа на этот смешной вопрос до сих пор не выработали. В нашем же подходе все прозрачно. Если электрические заряды это лишь метки для управляющих программ, то и устойчивые структуры из заряженных частиц могут формироваться и поддерживаться не самопроизвольно, а только благодаря работе специальных структурообразующих алгоритмов, которые в частности так управляют свойствами протона и электрона, что эта парочка оказывается связанной. Алгоритм, который формирует связку протон-электрон, попеременно отключает их заряды, то есть попеременно прерывает их квантовые пульсации на электронной частоте. Когда они есть у протона, их нет у электрона и наоборот. И происходит нечто замечательное. Во-первых, масса каждого из них уменьшена на величину соответствующей частоте прерываний. Во-вторых, здесь налицо новая форма движения, циклические перебросы состояния, в котором электронные пульсации включены, из протона в электрон и обратно. Эта форма движения должна обладать некоторой энергией, зависящей от расстояния между протоном и электроном. Но эта энергия циклических перебросов состояния на расстояние не может появиться из ниоткуда. И весьма кстати, у связуемых протона и электрона имеется убыль масс. Значит, сам принцип связи в паре протон-электрон вытекает из закона сохранения энергии. Если убыль масс из-за циклических прерываний электронных пульсаций превращена в энергию циклических перебросов этих пульсаций на расстояние, то протон и электрон, охваченные таким управлением, обязаны находиться на конкретном расстоянии друг от друга. Это и есть структурка. Электрон подвешен на определенном расстоянии от протона. Чем больше частота по переменах прерываний и соответственно больше энергии связи в паре протон-электрон, тем ближе к протону подвешен электрон. Размеры атомов не увеличиваются с ростом атомного номера. Они лишь немного варьируются в зависимости от принадлежности к той или иной группе периодической таблицы. У всех атомов внешние наиболее слабо связанные электроны имеют энергию связи всего в нескольких электрон-вольт, а с ростом атомного номера компоновка атомарных электронов наращивается вглубь атома. Голубые линии символизируют не орбиты электронов, нет там орбитального движения. Это то, что мы называем сферами непроницаемости в атомах. Физически они проявляются в экспериментах по рассеянию электронов атомами. Сфера, содержащая атомарный электрон с энергией связи Е, является непреодолимым препятствием для свободного электрона, имеющего кинетическую энергию, меньшую, чем Е. Электрон может рассеяться на этой сфере, но не может проникнуть внутрь нее. Расхожий тезис о том, что атом состоит в основном из пустоты, это шутка, конечно, с ростом атомного номера в атоме становится все теснее. У тяжелых атомов самые сильно связанные электроны с энергией связи около 120 кеф сидят чуть ли не на ядре, в котором протоны, как мы помним, имеют не только ядерные характерные размеры, соответствующие высокочастотным пульсациям, но и электронные характерные размеры. Мы подозреваем, что из-за этой тесноты и получается, что все элементы с атомными номерами большими, чем у Висмута, являются нестабильными. Обрисованный механизм формирования связки протон-электрон подразумевает, что один электрон может иметь текущую связь только с одним протоном. Это справедливо и для многоэлектронных атомов. Каждый электрон связан только с одним протоном в ядре. В атоме нет кулоновского взаимодействия субатомных частиц. Связанные заряды управляются не так, как свободные. А протоны склеиваются в ядро с участием нейтронов благодаря, опять же, работе структурообразующих алгоритмов, формирующих ядерные связи. Надо сказать, что ортодоксы до сих пор не имеют даже правдоподобных представлений о том, над чем держатся атомные ядра. Если ядерные силы одинаковы между любой парой нуклонов протон-протон, протон-нейтрон, нейтрон-нейтрон, то почему не бывает нуклонных комплексов из одних протонов или из одних нейтронов? И зачем вообще нужны нейтроны в ядре? Да не просто нужны. По мере роста атомного номера для устойчивости ядра требуется все больше избыточных нейтронов, по сравнению с числом протонов. И где самое главное, что должна давать модель ядерных сил? Где объяснение дефекта масс? Теоретики кричат про дефект масс на каждом углу, но они его лишь констатируют, а объяснений у них до сих пор нет. Ну действительно, масса ядра меньше суммы масс свободных нуклонов. если энергия связи нуклонов появляется за счет убыли их масс, то согласно формуле Эйнштейна, этой энергии связи тоже эквивалентна масса, равная той самой убыли, и в итоге никакого дефекта масс быть не должно, а он есть. Разгадка в том, что Эйнштейновское соотношение между массой и энергией, Е равно МЦ квадрат не универсально. Массе эквивалентна одна единственная форма энергии, энергия квантовых пульсаций. Когда часть этой энергии идет на энергию связи, которая массе неэквивалентна, то вот и получается дефект масс. Как и в атомарных связках протон-электрон, только там дефекты масс гораздо меньше, чем в ядрах. Согласно нашей модели ядерных сил, нуклоны связываются по тому же принципу, через поперменные прерывания их квантовых пульсаций, только высокочастотных. Как и в случае с атомарными связками протон-электрон, формирующий ядерные связи алгоритм способен связывать лишь отдельный пар нуклонов, причем только пары протон-нейтрон и никакие другие. При этом протон может быть охвачен связью с нейтроном только на тех интервалах времени, когда у протона отключен его положительный заряд. На этом интервале протон может попеременно связываться с двумя нейтронами, с которыми по истечении этого интервала может связываться другой протон. При оптимальной фазировке прерываний формируется динамическая связка из четырех нуклонов, двух протонов и двух нейтронов, то есть ядро гелия или альфа-частица. При динамических, переключаемых ядерных связях в альфа-частицах они являются самыми устойчивыми нуклонными комплексами, которые всегда присутствуют в ядрах, исключая, конечно, легчайшие. А наличие в ядрах альфа-частичных комплексов свидетельствует не только феномен альфа-распада, но и явление фрагментации ядер при достаточно сильном воздействии, когда разлетающиеся фрагменты ядра являются в основном альфа-частицами. А что связывают между собой альфа-частичные комплексы, удерживая большое ядро в целом? Отвечаем. Большое ядро удерживается за счет таких переключений связей, при которых альфа-частичные комплексы переформироваются. Из-за различных энергий связи атомарных электронов различны интервалы отключенности положительного заряда у протонов в ядре, что и создает предпосылки для переформирования альфа-частичных комплексов. Потому для стабильности ядра и требуются избыточные нейтроны, число которых растет с ростом атомного номера. Подчеркнем, что стабильность составных ядер обеспечивается не стационарными ядерными связями, а наоборот динамическими, переключаемыми. Такой подход сразу дает ответы на вопросы, которые в ортодоксальной физике ядра до сих пор не нашли разумных ответов. Взять хотя бы вопрос о происхождении энергии деления тяжелых ядер на пару осколков. Хорошо известно, что это кинетическая энергия осколков, но какая энергия в нее превращается? Есть учебники, в которых на одной и той же странице даны аж два взаимоисключающих ответа на этот вопрос. В кинетическую энергию осколков якобы превращается во-первых разность дефектов масс у исходного ядра и осколков и во-вторых кулоновская энергия отталкивания осколков друг от друга. Одно и то же значение. Не понимая происхождение дефекта масс теоретики к нему апеллируют. Почему? Чтобы создать видимость обоснования самой возможности деления тяжелых ядер. Им якобы делиться энергетически выгодно. Но это шутка, конечно. При делении тяжелого ядра разрушается часть ядерных связей, энергии которых исчисляются мегаэлектрон вольтами. Если тяжелым ядрам было бы делиться выгодно, они поделились бы немедленно. Чтобы подкрепить шуточный тезис о выгодности деления тяжелых ядер, теоретики пустились на хитрость. Они толкуют об этой выгодности в терминах средней энергии связи, приходящейся на один нуклон. Вот Энергия связи пересчитана на один нуклон у тяжелых ядер уменьшается с ростом атомного номера. Казалось бы, при развале тяжелого ядра на два средних нуклоны оказываются в более сильно связанных состояниях. Но эта видимость выгодности деления тяжелых ядер обманчива, поскольку она основана на традиционных представлениях о том, что ядерными связями охвачены все нуклоны в ядре. Согласно же нашей модели, все избыточные на текущий момент нейтроны в ядре являются, как это ни парадоксально, свободными. Если это учесть, то энергия связи на нуклон в тяжелых ядрах не зависит от атомного номера. И о выгодности их деления нет и речи, в согласии со здравым смыслом, ведь залежи урановых рут существуют. Аналогично в кинетическую энергию осколков тяжелого ядра не может превращаться и энергия их кулоновского отталкивания. Что мешает кулоновским силам пересилить ядерные силы и разорвать ядро немедленно? Требуется что ли внешне провоцирующее воздействие? Тогда почему от удара протоном с энергией в несколько мегаэлектрон-вольт ядро только возбуждается и остается собой, но моментально разваливается от попадания в него теплового нейтрона, вылетевшего при распаде другого ядра. А ведь энергия этого теплового нейтрона на 8 порядков меньше энергии того воздействия, которое ядро переносит играючи. Каким это образом тепловые нейтроны эффективно разваливают ядра, имеющие запас прочности на 8 порядков? Ясно, что дело здесь не в силовом воздействии. У нейтрона есть внутренняя степень свободы. Его структура испытывает циклические перекомпоновки. Нормальная работа переключаемых связей в ядре рассчитана на штатную частоту перекомпоновок в задействованных нейтронах. А в вылетающих из распадающихся ядер нейтронах частота перекомпоновок может быть уменьшена. Стоит такому нейтрону влететь в целое ядро и замешкаться, первое же его включение в связку с протоном нарушит упорядоченность переключения связей в ядре и по ядру пройдет трещина. Возникнет ситуация, при которой собственные энергии нуклонов, бывших охваченных ядерными связями, уменьшены на величину энергии связей, но самих связей уже нет. Эта нештатная ситуация немедленно исправляется. Собственные энергии этих нуклонов оставляются как есть, в их кинетическую энергию. И в конечном счете, кинетическая энергия осколков ядра это бывшая энергия ядерных связей, удерживавших эти осколки в исходном ядре. В это трудно поверить, но теоретики до сих пор не знают, откуда в природе берутся ядра с атомным номером больше единицы. При каких условиях они образуются? Исходили из того, что протоны должны кулоновски отталкиваться друг от друга. И чтобы сблизиться до включения ядерных сил, они должны преодолеть этот кулоновский барьер. В естественных условиях протоны для этого должны были бы соударяться с энергиями, которые соответствуют температурам в десятки миллионов градусов. Ну и где такое бывает? В звездах, что ли? Ну возьмите хоть Солнце. В него падают атомы и ионы, а вылетает из него что? Свободные нуклоны и электроны. Это говорит не о синтезе ядер на Солнце, а наоборот, об их развале. Не найдя вариантов для естественного синтеза ядра в природе, физики взялись за наращивание ядер искусственно. Идеология была прежней, чтобы протон прилип к ядру, его нужно хорошо разогнать, чтобы он смог преодолеть кулоновский барьер. В рамках этой тематики на протонных ускорителях сожгли несметное количество киловатт-часов электроэнергии. Результаты оказались смехотворны. При малых энергиях протоны просто рассеивались на ядрах, а при достаточно больших они инициировали ядерные реакции. Ядра разлетались на осколки. Стабильных наращенных ядер не получалось. Не понимая, почему так происходит, ядерщики рапортовали о своих достижениях, научились, мол, искусственно расщеплять ядра. О да, ломать научились, а строить нет. Даже легкие ядра. Специалисты ведь до сих пор думают, что если тяжелым ядрам выгодно разваливаться, то легким ядрам выгодно слепаться. Они же слышать не хотят про структуру, образующие алгоритмы. Вот и делают доброе дело. Так называемый управляемый, так называемый термоядерный и так называемый синтез. Раз в пять лет нам божаться, что лет через пять мировые энергетические проблемы будут решены. Только бы научиться контролировать синтез сверхлегких ядер. Опыт по преодолению кулоновских барьеров, приобретенный на ускорителях, ничему этих специалистов не научил. Греют они плазму, вдруг в ней термоядерная реакция пойдет. А термоядерные реакции, где их в природе видели? В звездах что ли? Так это неудачная шутка. Доказательств того, что звезды светят благодаря термоядерным реакциям нет. Да и откуда им быть? Известно же, из Солнца вылетают протоны в огромных количествах. А ведь это и есть исходный реагент для синтеза легких ядер. Кто-нибудь видел работающий реактор, из которого прет исходный реагент? А еще нас уверяют реакция идет при взрыве водородной бомбы? Обманывать нехорошо. Водородная бомба это атомная бомба, дополненная контейнерами с легкими элементами. Когда начинается ядерный взрыв, ядра этих легких элементов выдают дополнительные нейтроны, отчего ядерный взрыв получается гораздо эффективнее. В первых атомных бомбах взрывалось всего полтора процента от тяжелых ядер боезаряда, а в первых водородных бомбах несколько десятков процентов. Никаких термоядерных реакций там не было. Так называемый термоядерный взрыв это просто ядерный взрыв с повышенной эффективностью. Да и чтобы понять, что термоядерный синтез это шутка, не надо греть вещество до десятков миллионов градусов. Теоретики говорят о разных вариантах термоядерных реакций, но они упорно помалкивают простейший вариант синтеза соединения протона с нейтроном. С энергетическим выходом в два с лишним мэва. Протону нейтрону для соединения не требуется преодолевать кулоновский барьер, и эта реакция шла бы при комнатной температуре. Вот же оно решение мировых энергетических проблем. Но нет, академики не смогут объяснить нам, почему даже эта простейшая реакция у них не идет. Зачем же они строят термоядерные реакторы, которые заведомо не будут работать. А вот что мы предлагаем на роль источника энергии Солнца взамен термоядерных фантазий. Мы уже говорили, что при развале тяжелого ядра в кинетическую энергию осколков превращается энергия остановленных ядерных связей. Но большая часть исходных связей продолжает удерживать нуклоны в каждом из осколков. А представляете, что будет, если остановить все связи в ядре? Ядро полностью развалится на нуклоны, причем вся энергия бывших связей превратится в кинетическую энергию этих освобожденных нуклонов. Возможность тотального отключения ядерных связей имеется, если, как мы уже говорили, ядра существуют благодаря работе специальных структурообразующих алгоритмов. Требуется всего лишь чисто программными средствами в некоторой области пространства заблокировать работу этих структурообразующих алгоритмов и обеспечить приток вещества извне в эту область. Мы полагаем, что по такому принципу и организована работа солнечного деструктора, который далеко превосходит гипотетический термоядерный котел и по выходу энергии на нуклон, и по безопасности, и по возобновляемости топлива, в кавычках, в качестве которого подходят любые ядра с числом нуклонов большим единицы. Солнечное тяготение обеспечивает приток вещества в зону деструктора, которое, по-видимому, имеет две области. Внешний сферический слой, в котором заблокировано действие только алгоритмов, формирующих атомарные связки протон-электрон, и центральную шаровую область, где заблокировано действие и алгоритмов, формирующих ядерные связи. Протоны-нейтроны, освобождаемые в центральной области солнечного деструктора, приобретают кинетические энергии в несколько мэв. Энергии в 6 мэв соответствуют скорость нуклона в 34 тысячи километров в секунду. Продираясь наружу, эти нуклоны растрачивают часть своей кинетической энергии на нагрев вещества через различные столкновительные механизмы, что в конечном итоге и обеспечивает свечение фотосферы. При таком подходе получается, что солнечный ветер состоит в основном из частиц, которым после вылета из активной зоны деструктора и некоторых потерь энергии все-таки удалось преодолеть солнечное тяготение. Скорость убегания на поверхности Солнца составляет около 619 километров в секунду. А еще этот подход изящно объясняет загадку солнечных пятен. Мы полагаем, что через области пятен проходят наиболее сильные потоки свободных нуклонов из активной зоны деструктора. И эти потоки частично развеют фотосферу. Так что сквозь пятна мы заглядываем в активную зону, где у вещества нет оптических переходов. Поэтому мы и видим там черноту. И это далеко не все, что объясняют наши представления об электрическом заряде и об атомных и ядерных структурах. Наша базовая концепция, которая невероятно упрощает понимание физических явлений, такова. Физический мир, в котором мы живем, не самодостаточен. Физическая реальность существует благодаря надфизической реальности, благодаря программному обеспечению физического мира. Программами формируются частицы вещества и программно заданы варианты взаимодействий, в которых частицы могут участвовать. Тяготение порождается не массами, а электромагнитные явления не зарядами. Программы управляют веществом. Вот почему в мире действуют физические законы, а не царят хаос и произвол. Мы пытаемся понять хотя бы основные принципы логики этих программ. Все, что вы сейчас увидите и услышите, основано на достоверных экспериментальных фактах. Великим достижением физики стало понимание того, что носителями электричества являются частицы, имеющие элементарный электрический заряд, в частности электроны и протоны. Но это достижение сыграло злую шутку при столковании множества электрических явлений. Раз носителем электричества являются частицы вещества, рассудили физики, то для переноса электричества непременно требуется перенос вещества. Увы, эта логика работает лишь в небольшом проценте чистых случаев движения электронов в электровакуумных приборах, протонов в протонных ускорителях и тому подобное. Но эта логика катастрофически не работает для огромного разнообразия электрических явлений в вещественных средах, в том числе для электрических токов в них. Даже подвижки электричества в металлах не объяснить движением одних лишь свободных электронов. Есть указания на наличие в металлах мобильного положительного электричества. Вот явление Холла. При прохождении постоянного тока сквозь образец в поперечном магнитном поле заряды обоих знаков сносятся к одной и той же боковой грани образца. Поэтому через холловскую разность потенциалов определяют носители какого знака доминируют в том или ином образце. И есть металлы, например цинк и кадмии, в которых доминирует мобильное положительное электричество. Это аномалии, а когда мобильное положительное электричество в металле не доминирует, но все-таки есть, это норма. Как ни парадоксально, эти подвижки положительного электричества в веществе обеспечиваются не свободными заряженными частицами, а связанными. Физика эту тему прошляпила из-за своих никуда не годных представлений об атомных структурах. В предыдущем фильме мы говорили, что каждый атомарный электрон связан только с одним протоном в ядре. Алгоритм, поддерживающий такую связку протон-электрон, попеременно отправляет их электрические заряды в небытие. Когда есть заряд у протона, нет заряда у электрона. И наоборот. Если каждый из этих зарядов находится в бытии в течение половины периода этого циклического процесса, то в среднем заряд связки протон-электрон является нулевым. Но у некоторых связок протон-электрон, конкретно у валентных, допускается сдвиг этого равновесия. Если, например, заряд электрона находится в бытии треть периода, а заряд протона две трети периода, то здесь доминирует во времени положительный заряд. Или, соответственно, наоборот. это мы называем зарядовым разбалансом того или иного знака. Такой подход дает ответ на проклятый вопрос. Если атом имеет энергию квантового возбуждения, то что в атоме трепыхается на соответствующей частоте? Мы отвечаем, эти трепыхания имеют не механический характер, а сцеллирует по синусоиде электрический заряд, имитируемый через переменный зарядовый разбаланс с размахом от минус е до плюс е и на той самой частоте. Эта модель более правдоподобна и эвристична по сравнению с квантовой теорией, которая никаких колебаний в возбужденном атоме не усматривает, а соответствующую частоту не сводит до уровня математической формальности, то есть частного отделения энергии возбуждения на постоянную планка. В электрических явлениях, о которых мы будем говорить дальше, индуцированные зарядовые разбалансы можно считать практически постоянными во времени. Через такие статические зарядовые разбалансы с любыми значениями от минус е до плюс е атомы с равными количествами протонов и электронов имитируют ненулевые заряды, которые тоже участвуют в электромагнитных взаимодействиях. На разделение зарядов и электрические токи свободные заряды откликаются своими подвижками, а связанные с зарядовыми разбалансами. Причем зарядовый разбаланс может быть передан с одного атома на другой и так далее. Вот вам и перенос электричества без переноса вещества. Эта концепция сразу показала свою эвристическую силу и в первую очередь применительно к металлам. Вот нас всех учат, что хорошая электропроводность металлов обусловлена свободными электронами. Каждый атом якобы отдал один свой электрон в этот электронный газ. Но сразу возникает недоумение. Во-первых, каким это образом атомы в куске металла оказываются тотально ионизованы, да при температуре отнюдь не в миллионах градусов. Во-вторых, атомы многих металлов имеют всего по одному валентному электрону. Если они будут отданы в электронный газ, то на чем будет держаться кристаллическая структура металла? Нас пытаются убедить в том, что электронный это газ и обладает структурообразующими способностями, обеспечивают так называемую металлическую связь. Позвольте, свободные электроны со своим хаотическим тепловым движением и коллективным движением в случае электрического тока обеспечивают кристаллическую структуру? Смешно даже комментировать. А есть и экспериментальные факты, убийственные для концепции электронного газа в металлах. Мы не говорим, что свободных электронов в металлах нет. Даже термоэмиссия говорит о том, что они там есть. Но сколько их там? Вспомним изящный опыт Толмена и Стюарта. Заэкранировавшись от магнитного поля Земли они присоединили к гальванометру концы, намотанные на катушку тонкой медной проволоки. Катушку приводили в быстрое вращение и резко останавливали. И гальванометр регистрировал импульс тока. Разумное объяснение таково. Свободные носители электричества, обладающие массой, после резкой остановки катушки продолжали двигаться в проволоке по инерции, что и давало импульс тока. Полярность этого импульса говорила о том, что он порождался носителями отрицательного электричества, а удельный заряд, то есть отношение заряда к массе, у них оказался такой же, как и у частиц катодных лучей. Ну точно, это электроны. Все? Нет, не все. По данным Толмина и Стюарта определялось и количество этих электронов. Так вот, даже в меде, одном из лучших проводников, один свободный электрон приходится на полтора-два миллиона атомов. То есть от электронного газа там чуть больше, чем ничего. Может, это ошибка? Да нет. Через атомные массы металлов и их плотности легко рассчитать средние междуатомные расстояния, а затем сравнить их с экспериментальными атомными радиусами. И окажется, что средние расстояния между ядрами в кристаллической решетке металла практически равны удвоенному атомному радиусу. Это означает, что в куске металла подавляющее число атомов вовсе не расстались со своими самыми внешними электронами, и значит кристаллическая структура в металле держится на химических связях. Только сразу вопрос. Для поддержания трехмерной решетки требуется хотя бы по три связи на атом, а атомы металлов славятся минимальным количеством валентных электронов. Конечно, атом с одним валентным электроном не может образовать три химические связи одновременно. Но он может образовывать связи попеременно, связываясь с соседями по очереди. Для этого у внешних электронов в атоме металла статус валентности циклически переключается так, что они по очереди становятся валентными. Делаются эти переключения программными средствами. Частота переключений направленных валентностью атомов металлов зависит от температуры. При комнатной температуре она составляет порядка 10 в десятой степени герц. Так мы приходим к парадоксальному выводу. металлическая кристаллическая решетка держится на химических связях, но не на стационарных, а на циклически переключаемых. Этот вывод о динамичности металлической структуры из-за переключений направленных валентностей в атомах одним махом объясняет множество удивительных свойств. Тут и ковкость пластичность металлов, в отличие от хрупкости материалов со стационарными химическими связями. Тут и потрясающая химическая агрессивность чистых поверхностей металлов. Тут и диффузия твердых металлов друг в друга и легирование их твердых образцов. Наконец появляется разумное объяснение феномена намагниченности. Ортодоксальная физика здесь апеллирует к собственным магнитным моментам электронов. Но мы говорили в предыдущем фильме, что спин электрона это шутка теоретиков. Можно смело сказать, что в ортодоксальной физике нет понимания феномена намагниченности. А у нас оно есть. Опыт ясно указывает на то, что магнитное действие порождается движущимися зарядами, а долгое магнитное действие долго движущимися зарядами. Но не могут в постоянном магните постоянно циркулировать электроны. Эта циркуляция быстро закончилась из-за потерь на джоулево тепло. А теперь внимание! При упорядоченности переключения химических связей в металле имеет смысл говорить о миграциях химических связей в нем. Эти миграции могут многократно повторяться вдоль одних и тех же замкнутых цепочек атомов. Теперь пусть образец находится под внешним магнитным воздействием. Оно индуцирует подвижки зарядовых разбалансов. Эти подвижки происходят вместе с миграциями химических связей. Это называется стадия намагничивания. Когда внешние магнитные воздействия устраняют, миграции химических связей продолжаются, но теперь вместе с ними продолжаются миграции зарядовых разбалансов, то есть движения электричества по замкнутым траекториям. Это электрические токи, которые сами порождают магнитное воздействие. Причем подвижки зарядовых разбалансов не сопровождаются потерями наджоулево тепло. Вот и циркулируют зарядовые разбалансы в постоянных магнитах, годами и десятилетиями обеспечивая их действие. Конечно, электронная проводимость в металлах тоже имеет место. И переключение валентности у атомов металлов здесь играет важную роль. Границы микрокристалликов и дефекты решетки являются поставщиками свободных электронов. При приложенной разности потенциалов свободные электроны пытаются двигаться к аноду, но тут же натыкаются на атомы, плотная упаковка которых для электронов с малой энергией является непреодолимым препятствием. Продвижение электронов к аноду обеспечивает свободные валентности, которым не удается поучаствовать в создании химических связей до потери своего валентного статуса. Химическая активность свободной валентности во многом обусловлена тем, что соответствующая атомарная связка протон-электрон имеет квант теплового возбуждения, из-за чего электрон из этой связки периодически при зарядовом разбалансе, близком к плюс Е, оказывается в состоянии теплового небытия. В эти моменты имеется вероятность смены электронов в атоме, включения постороннего электрона в состав этой связки и освобождения ее прежнего электрона. Освобожденный электрон повторяет этот сценарий и так далее. В режиме ротации кадров между свободными и связанными электронами и происходит их продвижение к каноду. Причем каждый свободный электрон, двинувшись к каноду, успевает набрать некоторую энергию, с которой он вмазывается в атом. Эта энергия и превращается в джоулевое тепло. Согласно этой модели, упорядоченное движение электронов в проводнике сопровождается выделением джоулевого тепла непременно. Нам, конечно, укажут на явление сверхпроводимости. Упорядоченное движение электронов якобы есть, а выделение джоулевого тепла нету. Придется остановиться на этой великой лжи в физике. Вразумительного объяснения феномена сверхпроводимости до сих пор нет. Так, согласно теории Бардина, Купера и Шриффера, электроны обретают чудесную способность двигаться в проводнике без амического сопротивления и без джоулевых потерь, разобравшись при субкритической температуре попарно и объединившись в так называемые куперские пары. У двух компаньонов, каждый из которых, мало кто знает, импульсы противоположны. Перенос электричества при этом нулевой, а в остальном все хорошо. Вот такая теория. А как это было физически? Все завертелось, когда Камерлинг-Оннес стал делать колечки из свинца. К колечку прикладывалось затравочное магнитное воздействие, и при субкритической температуре, несколько градусов выше абсолютного нуля, происходило чудо, которое толковали, как возникновение кольцевого тока электронов, который годами не затухал, поддерживалась бы субкритическая температура. А почему думали, что в колечке годами циркулируют электроны? А об этом судили по действию колечка на магнитную стрелку. Позвольте, постоянный магнит тоже действует на магнитную стрелку, но тока электронов в нем нет. Чтобы отразить нападки скептиков, Камерлинг-Оннес выполнил простейший тест. Вот как об этом пишет Френкель. Камерлинг-Оннесу пришло в голову разрезать сверхпроводящее свинцовое кольцо. Казалось, что ток должен прекратиться. В действительности, однако, отклонение магнитной стрелки, регистрировавшей силу тока, при перерезке кольца нисколько не изменилось, так как если бы кольцо представляло собой не проводник с током, а магнит. Вот так. Вот она, научная тайна чрезвычайной важности. В так называемом сверхпроводящем кольце никакого кольцевого движения электронов нет. А что же там есть, что годами отклоняет магнитную стрелку? Намагниченность там есть, то есть упорядоченное движение зарядовых разбалансов. Причем при переходе под критическую температуру происходит переход в состояние, которое называют сверхнамагниченностью, с генерацией сильного магнитного поля. Эффектные опыты, в том числе по магнитной левитации, легко объясняются с позиции концепции сверхнамагниченности. И вот, переход в состояние сверхнамагниченности физики выдавали за переход в сверхпроводящее состояние. Ну и нарвались. Температура этого перехода оказалась зависящей не просто от материала образца, а к ужасу специалистов, еще и от его размеров. Малые короткозамкнутые соленоиды, у которых выводы обмотки соединены друг с другом, удавалось переводить в режим генерации сильного поля, а большие короткозамкнутые, с тем же материалом обмотки, категорически нет. Вместо того, чтобы признать свои заблуждения, специалисты принялись откровенно дурачить публику, отключая концы обмоток больших соленоидов ко внешним источникам тока. Теперь в соленоиде электроны двигались принудительно, и публику уверяли в том, что хотя в источнике тока и в токоподводах электроны двигались в режиме обычной проводимости, в охлажденном-то соленоиде они двигались в режиме сверхпроводимости. Между тем, издействий на ряд бесспорных свидетельств о том, что здесь и в соленоиде имеет место обычная проводимость, с выделением джолливого тепла. В так называемых сверхпроводящих соленоидах, токомаков, большого дронного коллайдера и других это тепло выделяется в колоссальных количествах, но оно отводится эффективным низкотемпературным хладагентам. А если хладагент не справляется, то сверхпроводящие, в кавычках, обмотки весело горят. Сгорающий сверхпроводник – это редкостный абсурд. От страха перед разоблачением дурилочки про сверхпроводимость, теоретики состряпали теорию критического тока, согласно которой сгорает не сверхпроводник. При критическом токе он быстренько превращается в обычный проводник, а вот он-то и сгорает. Но эта теория не объясняет, отчего критический ток бывает в соленоидах исключительно со внешними источниками тока. Короткозамкнуты соленоиды, не горели ни разу. Заколдованы они, что ли? Да нет, все проще. Нет в природе сверхпроводимости, то есть тока электронов в твердом образце, при нулевом амическом сопротивлении и без выделения джолио-тепла. При принудительном движении электронов, с использованием внешних источников тока, тепло непременно выделяется, а в краткозамкнутых соленоидах тепло не выделялось, потому что там не было и движения электронов, а было движение зарядовых разбалансов. Проясняется и картина электрических явлений в полупроводниках. В доброй половине из них доминирует положительное мобильное электричество. Физики долго думали, что там за подвижные частицы с положительным зарядом. Удачной придумкой оказалось только название для них – дырки. Понятие дырка было абсурдно изначально, поэтому внятного определения дырки нам не удалось найти. Сначала говорили, что дырка – это отсутствие внешнего электрона в атоме кристаллической решетки. При перескоке в такую дырку электрона из соседнего атома дырка сделает встречный перескок. Нет, не пойдет. В Холловской методике ток электричества одного знака никоим образом не сводится к противотоку электричества другого знака. Тогда придумали вот что. Дырка – это незанятое электронным состояние в валентной энергетической зоне кристалла. Но незанятое энергетическое состояние зарядом не обладает, а о его локализации в кристалле говорит бессмысленно. При таких воззрениях откуда быть пониманию собственной проводимости полупроводников и тем более примесной? Нас поучают. Если материал из четырех валентных атомов легировать пятивалентными примесями, то они встроятся в решетку, задействуя только четыре своих валентных электрона. Оставшиеся же пятые могут быть якобы легко оторваны, что даст резкое увеличение электронной проводимости. Позвольте, после легкого отрыва пятого электрона, как будто его энергии связи от чего-то стало меньше, в атомной примеси остается электронная вакансия. То есть дырка, не так ли? Увеличение дырочной проводимости должно быть такое же, как и электронной. А нас поучают дальше. Если материал из четырехвалентных атомов легировать трехвалентными примесями, то они встроятся в решетку, образовав по три связи с соседями. Недостающие четвертые связи это якобы готовые дырки, дающие резкое увеличение дырочной проводимости. Позвольте, какие же это дырки, если все электроны в атомах и ни один атом не ионизован? Неужели такие представления подтверждаются опытом? Нас уверяют. Легирование четырехвалентного кремния и Германия пятивалентными примесями дает резкое увеличение электронной проводимости, а их легирование трехвалентными примесями дает резкое увеличение дырочной проводимости. Но это не вся правда. Полная картина в терминах электронно-дырочной проводимости такова. Никакими примесями не удалось изменить дырочный тип проводимости у селена и телура, а также электронный тип проводимости у сульфида кадмия и селедида ртути. Хуже того, легирование высоковалентными примесями в ряде случаев дает увеличение не электронной, а дырочной проводимости, а легирование низковалентными примесями в ряде случаев дает увеличение не дырочной, а электронной проводимости. Это говорит об ошибочности концепции электронно-дырочной проводимости. Нет никаких дырок в полупроводниках. Там есть зарядовые разбалансы обоих знаков и свободные электроны. Доминирующий знак зарядовых разбалансов в том или ином материале определяется не только валентностями компонентов. Что же касается подвижек свободных электронов, то для них все равно произведено легирование высоковалентными или низковалентными примесями. Результат ведь один и тот же. Наличие свободных валентностей, которые работают как ловушки электронов, благодаря которым электроны продвигаются к аноду в режиме ротации кадров между свободными и связанными, как и в металлах. Где эти свободные валентности имеются, у атомов основного элемента или у атомов примеси, для электронной проводимости неважно. Дело лишь в количестве. Чем свободных валентностей больше, тем электронная проводимость выше. А дырочная проводимость и не нужна совсем. Не верите? Возьмите образец кремния, легированного Бором или Индием, в котором без дырок якобы никак. Подайте на него постоянное напряжение через металлические провода. В установившемся режиме постоянный ток через любое поперечное сечение этой цепочки один и тот же. И в металлических проводах это ток электронов. Сколько электронов входит в образец со стороны катода, столько и выходит в сторону анода. Тогда и в образце ток обусловлен движением только электронов. Чем же еще? Концепция дырок не требуется и для объяснения работы полупроводниковых приборов с ПН-переходами, где образцы П и Н-типа, то есть в которых доминируют положительные или отрицательные зарядовые разбалансы, контактируют плотно через химические связи. Почему, например, ПН-диод гораздо лучше пропускает прямой ток, чем обратный? При прямом включении, то есть подключении П-области к плюсу, а Н-области к минусу, положительные зарядовые разбалансы в П-области мигрируют от плюса, то есть к ПН-переходу. Отрицательные зарядовые разбалансы в Н-области мигрируют от минуса, то есть тоже к ПН-переходу. В области ПН-перехода те и другие компенсируют друг друга. И напряженность поля в материале диода определяется в основном разностью потенциалов на его электродах. При обратном же включении зарядовые разбалансы в ПЭН-областях мигрируют к своим электродам. И в итоге ослабляют напряженность поля, обусловленную внешней разностью потенциалов. Результат. При одном и том же сопротивлении диода, прямой ток через него существенно больше обратного, если диод не пробьется. Наш бездырочный подход изящно объясняет работу и других полупроводниковых приборов. Солнечных батарей, полупроводниковых лазеров. Все просто, если не забывать про зарядовые разбалансы. Да и в физике диэлектриков зарядовые разбалансы играют важную роль. Например, при механическом воздействии на пьезокристалл, на его гранях появляются противоположные заряды. Разумеется, не из-за оттока свободных электронов от одной грани и притока к другой. Ведь в диэлектрике электроны не только не могут передвигаться, в нем свободных электронов вообще нет. Версия с генерацией зарядовых разбалансов выглядит предпочтительнее. Или вот еще. Важной характеристикой диэлектрика является его способность к ослаблению в своем объеме, внешнего электрического поля. Коэффициент этого ослабления называют диэлектрической проницаемостью. Полагают, что это ослабление производит молекулярные диполи. То есть молекулы, у которых центры положительного и отрицательного зарядов не совпадают, а немного разделены. Эти диполи, якобы, ориентируются внешним полем так, что разделение зарядов в диполе оказывается противонаправлено макроскопическому разделению зарядов, дающему внешнее поле. Но так не объяснить, например, огромных значений диэлектрической проницаемости у сигнета электриков в десятки тысяч и более. Согласно традиционным формулам, здесь разделения зарядов в диполях должны быть абсурдно велики, превышая межмолекулярные расстояния. И это еще при напряженности их внешнего поля, далеких от пробивных. Но все еще хуже. Диполь ослабляет внешнее поле лишь внутри своего объемчика. А как быть с полем вот здесь? Или вот здесь? Здесь внешнее поле усиливается. Для средней величины поля в диэлектрике безразлично, как ориентированы молекулярные диполи. Поскольку средняя объемная плотность зарядов в толще диэлектрика будет по-любому нулевая. Внешнее поле обусловлено макроскопическим разделением зарядов. И ослаблено, может быть, макроскопическим же разделением зарядов. Например, противоположными зарядами, индуцированными в тонких поверхностных слоях диэлектрической пластины. Для молекулярных диполей создать такие заряды нереально. А для зарядовых разбалансов легко. Зарядовые разбалансы играют ключевую роль и при электрическом пробое твердого диэлектрика. В официальной физике даже модель пробоя через лавинную ионизацию электронным ударом не свободна от несуразности и натяжек. Первичный электрон может дать начало лавине с любого места в толще диэлектрика. Но канал пробоя всегда начинается с поверхности. Почему? Вспомним. В твердом теле из-за плотной упаковки атомов невозможно направленное движение электронов с малой энергией, которые оставались бы свободными. Даже в металлах продвижение электронов происходит в режиме ротации кадров между свободными и связанными. А в диэлектрике такой возможности нет. Кристалл со стационарными химическими связями, где совсем нет свободных валентностей, хороший диэлектрик. А для электронной проводимости требуются долгоживущие по атомным меркам свободные валентности. Чтобы их получить в диэлектрике, надо рвать в нем химические связи. Зарядовые разбалансы справятся и с этой задачей. У диэлектрика во внешнем поле самые сильные зарядовые разбалансы индуцируются в самых поверхностных атомных слоях. В следующих под ними атомных слоях зарядовые разбалансы немного послабее и так далее. Это называется градиенты зарядовых разбалансов. Чем сильнее внешнее поле, тем сильнее индуцированные зарядовые разбалансы и их градиенты, которые при некоторой величине оказываются губительны для химических связей. Вкратце, химическая связь стабилизируется циклическими перебросами квантотепловой энергии из одного из связанных атомов в другой и обратно. Если в условиях градиента зарядовых разбалансов разность их энергии у связанных атомов становится такой же, как и энергии теплового кванта, то химическая связь оказывается нестабильна. Все. В этом и смысл пробивной напряженности. Химические связи начинают рваться там, где градиенты зарядовых разбалансов самые сильные, то есть на поверхности диэлектрика, откуда и начинается канал пробоя. А в толще диэлектрика этот канал развивается потому, что игольчатая оконечность растущего канала проводимости является источником сильно неоднородного поля и сама способна рвать химические связи. Из нашей модели прямо следует объяснение феномена увеличения пробивной напряженности у сверхтонких диэлектрических пленок, в которых атомных слоев недостаточно для образования полноценных градиентов зарядовых разбалансов. Мы предложили технологию создания мультислойного металл-диэлектрического суперизолятора, который при толщине в 100 микрон держал бы постоянно напряжение, которое держит лучшие твердые диэлектрики, имея толщину в сантиметры. Кстати, постоянное напряжение. Да, мы говорили именно про постоянное напряжение. В случае же переменного напряжения диэлектрики и пробивать-то не надо. Они прекрасно проводят переменный электрический ток с помощью волн зарядовых разбалансов. К тому же на высоких частотах заряженные частицы просто не успевают колебаться из-за своих инертных свойств. И переменные токи в вещественных средах обеспечивают безинерционные зарядовые разбалансы. Без зарядовых разбалансов не обходится и радиоволна. Мы представляем радиоволну отнюдь не как волновой процесс в электромагнитном поле. В предыдущем фильме мы говорили, что электромагнитное поле – это противоречивое понятие и совершенно излишняя сущность. Радиоволна в вещественной среде, где отсутствуют свободные заряды – это волна зарядовых разбалансов в атомах. А в пространстве между атомами от радиоволны ничего нет. Смотрите, если в воздухе находился бы уединенный шарик, заряд которого изменялся бы по синусоиде на некоторой радиочастоте, то этот знакопеременный заряд шарика индуцировал бы соответственно изменяющиеся зарядовые разбалансы в атомах окружающего воздуха. Это индуцирование происходило бы с запаздыванием из-за конечного быстродействия алгоритмов, которые управляют зарядовыми разбалансами. В результате, пока работал бы этот чудо-шарик, от него расходились бы волны знакопеременных зарядовых разбалансов в воздухе. Это и были бы радиоволны. Они не поперечны, потому что не сопровождаются никакими колебаниями поперек направления распространения. Нам укажут на то, что настоящие-то радиоволны поперечны и в доказательство сошлются на феномен их поляризации. Увы, иллюзия поляризации радиоволн обусловлена тем, что их реальные источники принципиально отличаются от уединенного шарика с переменным зарядом. В реальных источниках дело не обходится без электрических токов. Вот простейший случай. Вертикальный штырь, по которому генератор гоняет сгузки электричества вверх-вниз. В окружающем воздухе подвижки зарядовых разбалансов будут иметь только вертикальные компоненты. Вертикальная штыревая антенна сможет дать на них отклик, а горизонтальная – нет. Вот и весь феномен поляризации. Причем, как и при распространении света, при распространении радиоволны, то есть волны зарядовых разбалансов, не происходит переноса энергии в пространстве. Происходит лишь перераспределение между различными формами энергии в атомах среды. Например, энергии связи электронов превращаются в энергии зарядовых разбалансов или в энергии квантовых возбуждения. Но полные суммы энергии у атомов среды остаются прежними, даже если температура среды повышается. СВЧ-радиоволнами можно вызвать СВЧ-пробой в воздухе с образованием плазмы. Подобные факты хорошо укрепляют иллюзию того, что антенна излучает электромагнитную энергию, которую дает ей генератор, берущий ее из энергосети. Причем, что для иных особенно убедительно, за эти киловатт-часы приходится платить. Итак, в вещественных средах со связанными зарядами электромагнитные явления становятся гораздо понятнее, если учитывать то, что вытворяют зарядовые разбалансы. Особенно в случаях дистационарных, динамических процессов. Если в Холловской методике работать не с постоянным током, а с переменным, то можно получить сумасшедшие подвижности так называемых свободных носителей заряда и их аномально малоэффективные массы. Так было в недавнем случае с графеном, после чего Гейм и Новоселов выступили с оглушительным заявлением. Графен якобы выдержит токи с огромной плотностью, более 100 миллионов ампер на квадратный сантиметр. Для случая электронных токов эта цифра впечатляет, но случай-то не тот. Потому что не следует путать токи электронов и токи зарядовых разбалансов. При токе электронов происходит движение массивных частиц и выделение джоулевого тепла. Токи же зарядовых разбалансов это совсем другое дело. Здесь переноса вещества нет. Здесь электричество переносится безинерционно и без потерь на джоулевое тепло. Наша базовая концепция, которая невероятно упрощает понимание физических явлений, такова. Физический мир, в котором мы живем, не самодостаточен. Физическая реальность существует благодаря надфизической реальности, благодаря программному обеспечению физического мира. Программами формируются частицы вещества и программно заданы варианты взаимодействий, в которых частицы могут участвовать. Тяготение порождается не массами, а электромагнитные явления – не зарядами. Программы управляют веществом. Вот почему в мире действуют физические законы, а не царят хаос и произвол. Мы пытаемся понять хотя бы основные принципы логики этих программ. Все, что вы сейчас увидите и услышите, основано на достоверных экспериментальных фактах. В вопросе о природе теплоты еще античные философы делились на два лагеря. Одни полагали, что теплота – это самостоятельная субстанция, теплотворная материя. Чем ее больше в теле, тем она теплее. Другие полагали, что теплота – это проявление некоторого свойства, присущего самому веществу. Теплость или холодность тела – это просто разные его состояния. Но чем различаются эти состояния, было загадкой при неразвитых представлениях об атомных структурах вещества. Поэтому философы, а потом и натурфилософы, в основном придерживались концепции о теплотворной материи. Так было спокойнее. Теплотворная материя у них передавалась от тех тел, где ее больше, к тем, где ее меньше. То есть от более нагретых к менее нагретым. А для степени нагретости стали использовать понятие температуры. То есть меры содержания теплотворной материи. Казалось бы, все логично. Чтобы нагреть тело, нужно добавить в него теплотворной материи. А для этого потребуется более нагретое тело. Иначе теплотворная материя не передастся. На основе такого подхода делались работающие тепловые машины. Был даже сформулирован закон сохранения теплотворной материи. Негодность этой концепции показал великий Ломоносов, у которого были достаточно адекватные представления о теплоте, как о внутреннем движении частичек тела. Ломоносов сделал и логичный вывод. Должна существовать наибольшая и последняя степень холода, состоящая в полном покое частичек. Сегодня это называется абсолютный нуль температуры. Но имя Ломоносова при этом не упоминается. Очень уж досаждал он тогдашним академикам. «Вы не показали, — говорил он им, — чем именно теплотворная материя вдруг загоняется в нагреваемые тела? Спрашиваю, каким образом в самую холодную зиму порох, зажженный малейшей искрою, вспыхивает вдруг огромным пламенем? Откуда и в силу какой удивительной способности материя эта собирается в один момент времени?» К этому вопросу академики оказались совершенно не готовы. Более того, Ломоносов показал, чего стоит их мнение о том, что теплотворная материя обладает весом. Были ведь опыты, в которых прокаливание куска металла увеличивало его вес. Ломоносов объяснил, — вес в данном случае увеличивается из-за образования окалины, то есть присоединения вещества в результате химической реакции. При процессе обжигания к телам присоединяется некоторая материя, только не та, которая приписывается, собственно, огню. Ломоносов проделал еще и контрольные опыты. Он прокаливал металлы в запаянных стеклянных сосудах и нашел, что без пропускания воздуха приращение веса от чистого жара не происходит. Но академики никак не могли признать правоту выходца из деревни, поэтому они отмалчивались и только после кончины Ломоносова снова завели свою шарманку про теплотворную материю, только приписали ей для большего правдоподобия отсутствие веса и назвали ее по-новому — теплород. А в целях метрологического обеспечения своих заблуждений они ввели в обиход калориметры, с помощью которых измеряли тепловые эффекты. Исследуемый процесс протекал в стаканчике с теплопроводящими стенками, который находился внутри сосуда с теплоизолирующими стенками и заполненным буферным веществом. Если при исследуемом процессе теплород выделялся или поглощался, то температура буферного вещества, соответственно, повышалась или понижалась, что и регистрировалось термометром. То есть калориметры мерили вовсе не калории, а градусы. Чтобы калориметры оправдывали свое название, пришлось соорудить постулат. Одна калория — это количество теплорода, которое при сообщении его одному грамму дистиллированной воды повышает его температуру на 1 градус. Этот подход работал, пока считалось, что количество теплорода в природе сохраняется, что он лишь переходит из одних тел в другие. Но дальше начались сложности. Например, Румфорда впечатлил нагрев стволов пушек при их сверлении. И он доложил королевскому обществу, что источник тепла, возникающего при трении в этих опытах, представляется, по-видимому, неисчерпаемым. Но теплород-то должен существовать сам по себе, а не порождаться трением, да еще в диких количествах. Значит, мол, тепло не может быть материальной стубстанцией, а должно сводиться к представлениям о движении. Вот и договорились академики. Вместо слова «теплород» использовать словосочетание «тепловая энергия», то есть энергия внутреннего движения частичек в теле, как и учил какой-то там Ломоносов. Кстати, подметили, при добывании огня трением, да и при сверлении пушек, производятся определенные механические движения, то есть совершается механическая работа. Значит, механическая работа и тепловая энергия эквивалентны. Извольте, вот вам так называемый механический эквивалент теплоты. Столько-то теплоты, измеряемой в калориях, и столько-то работы, измеряемой в джоулях, дают одинаковое повышение температуры буферного вещества в калориметре. Да и пар в паровых машинах вел себя подобающе. Он увеличивал свою температуру как при нагревании, так и при совершении над ним работы. Это увековечили в первом начале термодинамики. Только при математической формулировке возникло затруднение. Справа от знака равенства пишем прирост тепловой энергии плюс работу, а слева что? У температуры другая размерность. Из коэффициента пропорциональности неясность. Теплоемкости ту веществ разные. Поэтому слева записали прирост ради такого случая выдуманной величины – внутренней энергии. Сначала под ней понимали просто энергию тепловых движений молекул, прям пропорциональной температуре. При этом температура получалась мерой внутренней энергии. А ведь здесь неувязочка. Энергия аддитивна, а температура нет. Соединяя два тела с равными энергиями, вы получаете удвоенную энергию. Но соединяя два тела с равными температурами, вы не получаете удвоенной температуры. Работает закон сохранения энергии, но не работает закон сохранения температуры. Неаддитивная величина температуры никак не может быть мерой аддитивной величины энергии. Формулы, в которых энергия пропорциональна температуре – это формулы шуточные, как и само первое начало термодинамики, которые во множестве случаев с очевидностью не работают. Вот, например, химические реакции с так называемым выделением тепла. Идут они в сосуде с теплоизолирующими стенками? Еще как идут. А теплу выделяться некуда. Теплоизоляция мешает. Так что просто повышается температура в зоне реакции, хотя тепловая энергия туда не вкачивается, и работа не совершается. А еще интереснее получается у реакции с так называемым поглощением тепла. В сосуде с теплоизолирующими стенками результатом здесь является охлаждение зоны реакции. Это умудриться надо. Так поглощать тепло, чтобы при этом охлаждаться. А возьмите электрическую цепочку. Аккумулятор, проводочки и лампочку. Из-за теплового действия тока вся цепочка нагревается. Но ведь ничто вокруг не охлаждается. То есть тепло цепочки никто не передает, да и работы над ней не совершает. Или вот еще. Саморазогрев радиоактивного образца. Все эти примеры показывают, что возможен саморазогрев или самоохлаждение системы без энергообмена с окружением. Замкнутая система, конечно, не может изменить свою полную энергию, а температуру может, причем разными способами. Но первое начало термодинамики до сих пор считается научной истиной. Правда, сегодня внутренней энергией называют не просто энергию теплового движения молекул, а еще и приплюсованную к ней энергию молекулярных взаимодействий, внятного определения которой нет. Оттолкование такое. Всем ясно, мол, что молекулы в жидкости взаимодействуют сильнее, чем в паре, а в твердом теле сильнее, чем в жидкости. Значит, агрегатное превращение должно, мол, сопровождаться энергетическим эффектом, конкретно тепловым. Чтобы расплавить твердое тело, недостаточно, мол, нагреть водотемпературы плавления, требуется еще вогнать в него некоторое количество теплоты, которое пойдет на само плавление, чтобы превратить жидкость в пар аналогичному. А при конденсации и затвердевании, наоборот, тепло якобы выделяется. Правда, агрегатные превращения происходят при фиксированной температуре, и калориметры не реагируют на теплоты агрегатных превращений. Поэтому эти теплоты и называются скрытыми. Они включаются в баланс энергии, ведь считается, что они реально имеют место. Но так ли это? В свое время исследователи смешивали холодную и горячую воду и определяли результирующую температуру смеси. При равных количествах холодной и горячей воды она оказывалась среднеарифметической. И вот химик Блэк, а затем еще и химик Вильке провели аналогичные исследования, смешивая горячую воду не с холодной водой, а со льдом. Для случая исходных равных весов льда при 0 градусах Цельсия и воды при 70 градусах Цельсия, после полного расплавления льда итоговая температура всей воды оказывалась далека от среднеарифметического. Она составляла 0 градусов Цельсия. До сих пор считается, что этот опыт доказывает наличие скрытой теплоты плавления льда, ибо куда делся весь 70-градусный запас тепла горячей воды, если не на плавление льда? Так если этот запас тепла был вкачан в лед, то внутренняя энергия, ополучившаяся из льда воды, должна быть больше, чем была у льда, а температура-то осталась прежней, значит, должна была увеличиться энергия молекулярных взаимодействий. Выходит, что в жидкости молекулы взаимодействуют сильнее, чем в твердом теле? Тогда и в газе сильнее, чем в жидкости. Но ведь в газе, особенно в идеальном, энергия молекулярных взаимодействий считается равной нулю. Выход такой. Энергию молекулярных взаимодействий считать отрицательной. Тогда да. Чем энергия взаимодействия больше, тем взаимодействие слабее. Такие вот шуточки. А есть ли опыты, которые говорят про скрытые теплоты агрегатных превращений, что-нибудь более серьезное? Конечно. Пусть в стаканчике находятся вода и лед в фазовом равновесии, вблизи нуля градусов Цельсия. Ничтожное повышение температуры до так называемой точки ликвидуса, и лед начнет таять. И он растает весь, если всего лишь поддерживать температуру чуть выше точки ликвидуса. При этом энергозатраты окажутся на порядке меньше, чем требует скрытая теплота плавления льда. Значит, плавление ни в какой скрытой теплоте не нуждается. Вот, например, у металлов. Кристаллическая решетка поддерживается благодаря переключаемым химическим связям, поскольку внешние электроны у атома металла являются валентами поочередно. Смотрите фильм шестой. При увеличении температуры частота этих валентных переключений растет, из-за чего уменьшается длительность действия химических связей, оказываясь при некоторой температуре недостаточной для поддержания решетки. Это и есть температура плавления металла. При хорошей теплопроводности образец прогревается и достигает температуры плавления сразу во всем объеме, поэтому сразу и расплавляется, без лишних тепловых запросов. В индукционных печах металлический лом, например, алюминиевый, не плавится постепенно, по капельке. Торчащие фрагменты начинают плыть и течь сразу по всему своему объему. А сейчас мы увидим плавление алюминий-магниевого сплава. Смотрите, раз и все. А вот у льда теплопроводность гораздо хуже, чем у металлов, поэтому он и тает постепенно, по капельке. Но принцип тот же, что нагрелось до температуры плавления, то тут же и расплавилось. А нам говорят, что замерзание воды сопровождается таким же по величине тепловым эффектом, как и плавление льда. Только теперь эта теплота кристаллизации якобы выделяется. Как же тогда образуется ледяной покров на открытых водоемах при температуре воздуха в несколько градусов ниже 0 по Цельсию? После образования тонкой ледяной корочки лед нарастает снизу. Если вся теплота кристаллизации выделялась бы в воду подо льдом, то нарастание слоя льда толщиной 1 мм вызывало бы нагрев прилегающего слоя воды толщиной в 1 мм на 70 градусов. Этот результат ужасает. Поэтому нас уверяют вся теплота кристаллизации уходит вверх. Но тогда эта теплота должна расплавлять практически столько же льда, сколько его нарастает. Поэтому нас уверяют дальше. Все это тепло без последствий для образовавшегося льда уходит сквозь него в атмосферу. Тогда нарастание льда на тот же 1 мм увеличивало бы температуру прилегающего 10-ти метрового слоя воздуха на 23 градуса. То есть нас уверяют в том, что водоемы в процессе замерзания оказывают мощное нагревающее действие на атмосферу. Правда, никто этого не замечает. Наверное, потому что горячий воздух быстренько уходит вверх. Хорошо. Возьмите бутылку с немного переохлажденным пивом или с водой еще лучше. Исходная температура минус 2 градуса по Цельсию. Шлепок по этой бутылке и за несколько секунд замерзания получается смесь жидкости и льда. Если только половина воды превратилась в лед, то выделившаяся в стеклянную бутылку теплота кристаллизации нагрела бы ее примерно на 500 градусов. С учетом передачи тепла окружающему воздуху можно называть цифру 300-200 градусов. Это не намного легче, ведь бутылка остается практически при исходной температуре, что вызывает бурю негодования со стороны верующих в теплоту кристаллизации. Негодовать-то можно, но первое начало термодинамики годилось лишь для описания пыхтения пара в паровых машинах, а для сгорания топлива в них оно уже не годилось. Определят теплоту сгорания угля в калориметрической бомбе, а на паровозе или пароходе оказывается, что в полезную работу превращается всего 10% от этой теплоты сгорания. Да и то, если повезет. Чтобы успокоить хозяев паровозных и пароходных компаний, физики заявили, что при любом теплообмене происходят необратимые потери тепловой энергии, и это фундаментальный закон природы, который, заметим, почему-то не распространяется только на процессы, происходящих в калориметрах. Садик Арно развил этот подход до предела. Он придумал рабочий цикл идеальной тепловой машины, в которой необратимые потери тепла сведены в ноль, для чего, внимание, исключены процессы теплопередачи. Ради этого по ходу цикла рабочее тело контактирует с нагревателем, только будучи при температуре нагревателя, а с холодильником, только будучи при температуре холодильника. То, что при этом нагреватели и холодильник, мягко говоря, не нужны, до сих пор оставалось незамеченным. И до сих пор в учебниках по термодинамике дается формула коэффициента полезного действия этой машины, которой якобы тем больше, чем больше температуры нагревателя, и чем меньше температура холодильника. И до сих пор учебники помалкивают о том, подтверждается ли эта формула на опыте. Как будет это сложно проверить. Паровозы-то бегали круглый год. Температура горения угля в паровозной топке и рабочая температура пара одинаковы и летом, и зимой, а температура атмосферы, которая играет здесь роль холодильника, зимой ниже. Если считать, что КПД паровоза составляет какой-то процент от КПД идеальной тепловой машины, то зимой КПД паровоза был бы заметно выше, чем летом, и зимой потребление угля было бы меньше. В действительности, в России паровозы зимой потребляли угля на 20-25% больше, чем летом. В основном потому, что зимой больше перепад температуры между горячим паровозным железом и атмосферой. Поэтому зимой потери тепла на нагрев атмосферы больше, а полезная работа соответственно меньше. Термодинамика так и будет оторвана от реалий, пока в ней не появятся адекватные представления о том, что такое температура. По нашей модели температура это не мера энергонасыщенности тела, это параметр в статистическом распределении у коллектива атомов двух форм энергии, образующих сопряженную пару. под сопряженной парой энергии у атома мы понимаем такие две его энергии, приращение одной из которых происходит за счет противоположного приращения у другой, так что их сумма всегда остается постоянной. Например, если атом имеет энергию электронного возбуждения, то именно на эту величину уменьшена энергия связи этого электрона, а в сумме они всегда равны энергии ионизации из основного состояния. Каковы бы ни были энергии возбуждения в коллективе атомов, их суммы с энергиями связи остаются неизменными. И если та или иная температура соответствует тому или иному распределению энергии возбуждения, то ясно, почему температура может иметь различные значения при одной и той же полной энергии коллектива атомов. Но нам известна еще одна сопряженная пара энергий, которую образует кинетическая энергия атома и его собственная энергия, эквивалентная его массе. В первом фильме мы говорили, что кинетическая энергия не сообщается частицей извне. Кинетическая энергия появляется лишь за счет убыли собственной энергии, то есть за счет убыли массы. А отсутствие релятивистского роста массы, например, у электронов, это уже строго доказанный на опыте факт. Поскольку мы говорим о двух сопряженных парах энергии, то придется говорить и о двух температурах. Равновесный спектр квантовых возбуждений в коллективе атомов это планковский спектр, вид которого зависит от температуры, которую мы называем планковской. Равновесное же распределение атомов или молекул по скоростям или по Максвелла. Его вид зависит от температуры, которую мы называем Максвелловской. В общем случае, эти две температуры тела могут не совпадать. Так, Солнце, припекая земную почву, увеличивает ее планковскую температуру, которая подтягивает за собой Максвелловскую. Из подхода на основе сопряженных пар энергии следует парадоксальный вывод о том, что при выравнивании температур двух тел, находящихся в тепловом контакте, не происходит переход тепловой энергии, то есть энергии неупорядоченного движения частиц, от горячего тела к холодному. У атомов в обоих телах полные суммы энергии остаются прежними, то есть каждый атом остается при своем. Происходит всего лишь перераспределение в сопряженных парах энергии, такие, что Максвелловская и Планковская температуры стремятся выравниваться как у каждого из двух тел в отдельности, так и у обоих в совокупности. Когда это выравнивание произойдет, тела окажутся в тепловом равновесии друг с другом. На вопрос о том, почему термодинамическая система самопроизвольно стремится к тепловому равновесию, ортодоксальная физика внятного ответа не дает. Но этот вопрос проясняется, если учесть, что в игре участвуют две температуры, Максвелловская и Планковская, а не одна просто температура, как это обычно полагают. Ключевую роль здесь играют контактные взаимодействия, в частности, неупругие содержания молекул, которые подчиняются законам сохранения энергии и импульса, но при которых допускаются перекрестные превращения энергии в сопряженных парах участников. Например, кинетическая энергия одного участника уменьшается, а энергия возбуждения другого участника увеличивается. В отличие от абсолютно упругого сводорения, результат неупругого сводорения неоднозначен. Но если чисто программными средствами задать правила, которым подчиняются неупругие сводорения, то можно обеспечить ту или иную эволюцию системы. Эволюцию к тепловому равновесию обеспечивает алгоритм, по которому результатом неупругого сводорения является по возможности выравнивание у участников как энергии тепловых квантовых возбуждений, так и кинетических энергий. При этом распределение по кинетическим энергиям и по энергиям тепловых квантовых возбуждений подстраиваются друг под друга, стремясь соответственно к Максвилловскому и Планковскому и к выравниванию Максвилловской и Планковской температур. Но заметим, что тепловое равновесие недостижимы при наличии возмущающего фактора, например, принудительного градиента поступательных скоростей молекул, скажем, при вращении воды в цилиндре вокруг центральной оси. Чем больше радиус вращения, тем в среднем линейная скорость вращения больше, а значит в стационарном режиме больше и Максвиловская температура. Из-за тех же неупругих соударений в стационарном режиме планковская температура будет тем больше, чем меньше радиус вращения. Причем из-за цилиндрической геометрии вблизи центральной оси планковская температура будет значительно больше, чем Максвиловская. И если изымать воду из центральной области, то ее температура после тепловой релаксации окажется повышенной, причем рассчитываемой традиционным способом мощность, требуемая для такого нагрева, может превышать мощность, затрачиваемую на раскрутку воды. Это дает повод называть роторные теплогенераторы сверхъединичными устройствами с КПД большим единицей. Но, на наш взгляд, сверхъединичной процесса здесь не происходит. Энергетической прибыли здесь нет, а есть только температурный эффект, который обеспечивается не вкачиванием энергии в воду, а перераспределением содержимого ее собственных энергетических закромов. Именно температурные эффекты имеют место и при химических реакциях, а вовсе не так называемое выделение или поглощение тепла, обусловленное якобы разностью энергии химических связей у исходников и продуктов реакции. В справочниках теплота реакции и энергии химических связей подогнаны друг к другу, но это обман, потому что характеристических энергий химических связей в природе не существует. Вот у атомарного электрона энергия связи характеристическая. Уровень ионизации отстоит от основного состояния на конкретное количество электрон-вольт. Если из текущего состояния атом ионизуется при энергии возбуждения всем электрон-вольт, то он ионизуется и при любой другой большей энергии возбуждения. А у молекул все по-другому. Скажем, молекула из основного состояния диссоциирует при энергии возбуждения в 4 электрон-вольта. При больших энергиях возбуждения она тоже диссоциирует, но эта полоса диссоциации имеет конечную ширину, скажем, от 4 до 4,5 электрон-вольт. А выше начинается следующая полоса стабильности, а еще выше – следующая полоса диссоциации и так далее. Молекула, которая диссоциирует при энергии возбуждения в 4 электрон-вольт, не диссоциирует при энергии возбуждения в 15 электрон-вольт, и это не предел. Так какова у нее энергия связи – 4 или 15 электрон-вольт? Считает, что энергия связи молекулы – это минимальная энергия диссоциации из основного состояния, то есть в данном случае 4 электрон-вольта. И тепловые балансы химических реакций подгоняют, исходя из этого, скрывая ужасную правду про неоднозначность энергии диссоциации молекулы. А эта неоднозначность кричит о том, что энергии химических связей, как отдельной формы энергии, не существует. Молекулы, конечно, имеют некоторый запас устойчивости, но эта устойчивость совсем другого рода, чем у ядерных и атомных структур. Те структуры, как мы говорили в пятом фильме, поддерживаются специальными структурообразующими алгоритмами с превращением в энергию связи части собственных энергий связуемых частиц. Молекулы же, за исключением биомолекул, образуются самопроизвольно, и их энергия связи программно не предусмотрена. Атомы оказываются сцеплены лишь благодаря тому, что два валентных электрона, изначально принадлежавших тому и другому атому, теперь циклически, встречно переключаются из одного атома в другой. В такт с циклическими перебросами квантовозбуждения из одного атома в другой. При тепловом равновесии квант этот тоже тепловой. Никаким выделением энергии, по аналогии с квантами света при рекомбинации атомов из ионов и электронов, образование химических связей не сопровождается. Это тоже говорит о том, что нет никаких энергий химических связей, и апеллировать к ним при объяснении температурных эффектов химических реакций заведомо некорректно. А корректно так. Есть два класса реакций с температурными эффектами. Во-первых, есть реакции со слабым температурным эффектом. Они, как правило, термически обратимы. Если при прямой реакции температура увеличивается, то при обратной она уменьшается. Во-вторых, есть реакции с сильным температурным эффектом, в частности, реакции горения. Здесь при обратной реакции не происходит уменьшение температуры. Термохимики до сих пор не объяснили, почему те реакции термически обратимы, а эти нет. А ведь оно так просто. Причины температурных эффектов у этих двух классов реакции разные. При обратимых реакциях в результате реакции синтеза температура в зоне реакции обычно повышается. А почему? Почему? Пусть реагенты находились при одинаковой температуре, и у каждой частицы имелись кинетическая энергия и энергия теплового квантового возбуждения. При сведении атомов через химическую связь вместо двух квантов теплового возбуждения, бывших у того и другого атома, остается один квант теплового возбуждения, который циклически перебрасывается из атома в атом. Значит, при реакциях синтеза, то есть преобразовании новых химических связей, число квантов теплового возбуждения уменьшается. Энергия квантов, ставших лишними, в процессе тепловой релаксации превращается в приросты кинетических энергий частиц и энергий уцелевших квантов теплового возбуждения, от чего температура, очевидно, повышается. В результате же реакции распада, все происходит наоборот. А что же насчет реакции горения? В школе показывают опыт. Вот разрыв цепи постоянного тока, и тока нет. Но вносится в этот разрыв пламя спиртовки, и слабый ток появляется. Это якобы потому, что из-за высокой температуры пламени в нем появляется некоторое количество ионов, подвижки которых и обеспечивают прохождение тока. Такой подход вдушает. Высокая температура первична, а ионы вторичны. А ведь концентрация ионов в горячих пламенах может в сотни тысяч раз превышать их термодинамически равновесные значения. Значит, ионы здесь появляются не в результате термической диссоциации, а в результате самой химической реакции. А движущиеся ионы, как и любая движущаяся заряженная частица, называемая ионизирующие, эффективно возбуждают и ионизируют соседние атомы, то есть повышают температуру пламени. Лишь самые первые ионы там порождаются высокой температурой, но далее именно ионы поддерживают пламя. И причиной его высокой температуры является не упрощение химических связей, а достаточное количество ионов, движение которых греет среду. Поэтому при реакции, обратной реакции горения, не бывает понижения температуры. Ионы при своем движении могут лишь нагревать среду, но не могут охлаждать ее. Нас спросят, а каков же тогда смысл теплоты сгорания топлива? Смысл простой. Одно и то же топливо можно сжигать очень по-разному. И чем эффективнее ионы будут работать как нагреватели, тем больше будет тепловой эффект. На это теоретики пустили в оборот шутку, называемую неполное сгорание топлива. В справочниках даны теплоты для полного сгорания. Если у вас тепловыход получился меньше, значит у вас, мол, неполное сгорание. А если тепловыход получился больше, это что, сверхсгорание? Нет. Это значит, что в справочниках была величина все-таки для неполного сгорания. Сейчас все быстренько подправят. И, конечно, подход с апелляцией к упрочению химических связей, дающему теплоту сгорания, бессилен объяснить, отчего одно и то же вещество может либо гореть, либо взрываться, либо детонировать. Хотя при этом, как нас уверяют, происходит одна и та же химическая реакция. Но положим, взрыв это тоже горение, только быстрое, из-за благоприятных условий. Но детонация-то, это не горение вовсе, это совсем другое явление. Скоростная съемка показывает, в одном и том же образце развитие детонации происходит независимо от движения фронта взрывной ударной волны. Причем скорость распространения детонации превышает скорость ударной волны в разы или даже на порядок, достигая значения 10 км в секунду и более. А еще проводились изящные опыты со специально синтезированными взрывчатыми веществами с изотопными метками. Анализ продуктов детонации позволил сделать вывод. В детонирующем образце молекулы рассыпаются на атомы, которые затем свободно соединяются в другие молекулы. То есть детонация, это даже не химическая реакция. А что же это? Есть указания на то, что это цепной развал молекул взрывчатых веществ резонансными электронами, вылетающими при предыдущих развалах. Вот почему детонация инициируется электрической искрой. Вот почему развитие детонации сопровождается импульсом отрицательного электричества. Необходимо добавить. До сих пор мы говорили о теплоте и температуре применительно к метаморфозам неодушевленного вещества. В одушевленных же организмах происходит такое, что высвечивает никчемность термодинамики с ее жалкими началами. В одушевленных организмах жизнерадостно трепыхаются биомолекулы, которые принципиально не могут даже образоваться при условии действия только физических и химических законов. В одушевленных организмах протекают биохимические реакции в такую сторону и с такой бешеной скоростью, которые совершенно невозможны при условии действия только физических и химических законов. А специалисты в упор не замечают принципиальной разницы между недушевленным и одушевленным веществом. Живое, кричат они, состоит из точно таких же атомов, как и неживое. Откуда быть разницы? А разница есть. И обусловлена она тем, что помимо физических и химических законов, одушевленное вещество охвачено дополнительным управлением с программного уровня реальности. Что же в атомах может дополнительно управляться? Это совсем просто. У них принудительно переключаются валентные конфигурации. Управляя валентными конфигурациями у атомов в специально спроектированных биомолекулах, можно вытворять фантастические вещи, которые происходят в живых организмах. Такое оживление вещества – это и есть магия. Причем магия высокого уровня по сравнению, например, с созданием источника тепла или света магическим способом. Мы постарались показать, для того, чтобы предмет стал источником тепла или света, не требуется вкачивать в него энергию. Достаточно перераспределить его энергии в сопряженных парах. Это возможно сделать чисто программным воздействием, то есть магическим. Теоретики уверяют нас, что в режиме сверхпроводимости электричество переносится электронами, которые движутся по образцу свободно при нулевом амическом сопротивлении. Это якобы справедливо и для высокотемпературной сверхпроводимости в ВТСП-керамиках при азотных температурах. Но мы продемонстрируем, что в ВТСП-керамике при так называемом сверхпроводящем состоянии свободного движения электронов нет. Нам поможет простенький тестер, включенный на измерение сопротивления. При пробе образца из обычного проводника, полуторавольтовая батарейка тестера приводит в движение электроны в короткозамутой цепочке, и результирующий ток отклоняет стрелку гальванометра. Отклонение почти на всю шкалу – это демонстрация очень малого сопротивления, то есть демонстрация короткого замыкания. Посмотрим, что покажет тестер для сверхпроводящей керамики, сопротивление которой должно быть не просто очень малым, оно должно быть теоретически нулевым. В чаше находится образец из ВТСП-керамики. Сейчас он еще при комнатной температуре. Пробуем и видим сотни Ом. Это далеко от нулевого сопротивления, но температура пока не азотная. Теперь охлаждаем образец до азотной температуры. Пропустим пару минут этого охлаждения, а также процедуру подвешивания постоянного магнитика, левитация которого над ВТСП-образцом будет служить индикатором того, что образец пребывает в сверхпроводящем состоянии. Итак, магнитик левитирует. Пробуем образец. Практически ничего не изменилось. Сопротивление не упало в ноль, короткого замыкания нет. Пробуем еще. Ничего не изменяется. Теперь тест измерителя. Измеритель исправен. Отсутствие нулевого сопротивления образца не может быть следствием того, что щупы касаются различных доменов, то есть различных областей в образце, в которых индуцируемым магнитиком токи текут независимо. Дело в том, что данный образец однодоменный, поэтому индуцируемые токи способны свободно течь по всему его объему. И если бы эти токи представляли собой свободное движение электронов, то непременно был бы отклик в виде короткого замыкания на электродвижущую силу, обеспечиваемую тестером. Но нет, короткого замыкания по постоянному току не наблюдается. Этот результат наглядно демонстрирует, что в ВТСП керамике при азотной температуре нет того, что называется сверхпроводимостью, то есть нет свободного движения электронов в условиях нулевого амического сопротивления. Вот почему в сравнении с обычными проводниками ВТСП образцы пропускают постоянные токи гораздо хуже, оттого они и находят применение лишь в импульсной электронике. А высокую магнитную восприимчивость ВТСП образцов и их способность отлично проводить электрические импульсы мы объясняем на основе нашей модели зарядовых разбалансов. Мы полагаем, что кроме переноса электричества при упорядоченном движении заряженных частиц вещества, существует перенос электричества без переноса вещества. Он возможен благодаря тому, что у атомарных протонов и электронов бытие электрических зарядов циклически прерывается. И у атома, имеющего одинаковое количество протонов и электронов, возможно доминирование во времени заряда того или иного знака. Такие состояния у атомов мы называем зарядовыми разбалансами. Они способны передаваться с атома на атом. Это и есть токи электричества без переноса вещества. Увидеть это на опыте, в чистом виде, можно пытаться там, где подвижки заряженных частиц практически отсутствуют, то есть в диэлектрике, без его электрического пробоя. Мы продемонстрируем передачу электрических импульсов по линии из дистиллированной воды, которой был заполнен пластиковый шланг медицинской системы для капельного введения жидкости. Качество линии проверялось через измерение ее сопротивления мегометром. Видим, сопротивление не бесконечное, а 200 мегаом. Значит нет ни одного пузырька, разрывающего сплошность водяного канала. В первом опыте на входе водяной линии производились киловольтные искровые разряды в воздушном промежутке между острием разрядника и поверхностью воды. Водяная линия использовалась в однопроводном варианте, без подключений к земляному электроду входа осциллографа. Второй канал осциллографа использовался для контроля наводок через излучение. В сигнальный электрод этого входа был воткнут проводничок такой же длины, как и остаток металлической иглы на конце водяной линии. Итак, осциллограф, водяная линия, вот ее начало, самодельный высоковольтный генератор, который пробивает воздушный промежуток в полсантиметра. Делает это примерно так. То, что будет и на входе линии. Итак, включаем генератор. Генератор включен. Подносим острие разрядника к поверхности воды. И видим 6-ти вольтовые импульсы. Теперь сделаем проверку. Разорвем контакт. Снова подносим разрядник к поверхности воды. Импульсы не передаются. То есть это были не наводки через излучение. Восстанавливаем контакт. Ну и еще раз убеждаемся. Импульсы конкретно передаются. Подчеркнем, что пробивался только воздушный промежуток перед началом линии. Сама линия не пробивалась. Сразу после опыта было проделано контрольное измерение сопротивления линии. Мегаометр показал то же самое значение. Во втором опыте на входе водяной линии производились низковольтные изменения потенциала. Выход генератора импульсов до 5 вольт был подключен через стыкозадающие резисторы к первичной обмотке трансформатора с коэффициентом трансформации 1,4. У вторичной обмотки один конец был подключен к шине заземления, а второй – ко входу водяной линии. Она использовалась, опять же, в однопроводном варианте. Второй канал осциллографа использовался для контроля исходных импульсов. Итак, генератор, сборка токозадающих резисторов, трансформатор самодельный на ферритовом сердечнике, который во время измерения будет закрыт экранами. Выход с него на вход водяной линии. Сама водяная линия, которая идет на осциллограф. Итак, 500 Гц прямоугольные импульсы с амплитудой 5 вольт. Осциллограф работает в режиме однократного запуска. Мы видим приращение потенциала на конце линии с размахом примерно 15 милливольт. Изменим форму импульса с прямоугольной на треугольную. И посмотрим, что будет. Как видим, треугольные импульсы тоже неплохо передаются. Восстановим прямоугольную форму. И еще раз посмотрим. Проверка отсоединения от входа осциллографа. Ничего нет. То есть это не наводки через излучение. Теперь проверка с другого конца линии. Отключаем выход трансформатора. Импульсы практически потонули в шумах. То есть линия работает как антенна, но в гораздо большей степени именно как передающая линия. Все честно. Таким образом, приращение электрического потенциала в начале линии вызывают соответствующее приращение потенциала на ее конце. Это трудно объяснить в рамках традиционных представлений подвижками небольшого количества ионов H и OH в дистиллированной воде. Несложные расчеты дают, что подвижность этих ионов совершенно недостаточно для того, чтобы объяснялись продемонстрированные результаты. Мы объясняем их, допуская подвижки зарядовых разбалансов, которые происходят без подвижек частиц вещества. Вода, жидкость удивительная. Она, согласно нашей модели, кишит зарядовыми разбалансами. Смотрите подробности на нашем сайте. Продолжение следует...